Привет, друзья! Всем привет! Давайте проверим с вами связь, насколько мы доступны. От 1 до 10 поставьте в выборку. Давайте. 1, 2, 5, 10. Сколько там у вас идет информация? Отлично. Десяточки пошли. Шестерочки есть даже. Значит, до кого-то мы не так быстро заходим. Ну ладно, давайте потерпим, потому что на всю Россию у нас сегодня стартует. Семейный вебинар, да? Да, друзья, сегодня многодетные крутейшие семьи, топ-лидеры Арифлейн поделятся, где же записывают на шведские льготы, как зарабатывать в многодетной семье, секретики, как заработать, как водить на кружки, как не стоят в очереди, кто с защитит, кто там за пайками. Об этом, обо всем вы услышите сегодня. И главное, что это все практические советы, которые вы сможете применять в своей жизни. Нас зовут Анатолий и Елена Гейко. Мы софтируем директора из Сибири. У нас холодно, за окном снег. Напишите, пожалуйста, географию. Откуда вы? Так, говорят, в видео. А, что есть, ага. Напишите, пожалуйста, в чате географию, из какого вы города, очень интересно. А мы пока будем с вами знакомиться. Итак, что же вообще мы делаем в этом проекте, в этом бизнесе? И сегодня почему мы попали именно к вам? Да все очень просто. У нас есть мечта, у нас есть призвание нашей жизни, наши цели, которые, конечно же, мы хотим реализовать. Не только в Сибири, но и в наших детях. Это понятно, да, так как многодетный вебинар сегодня. Поэтому у каждого эти цели и планы, они разнообразны и различны. У нас это съемка кино и служение людям через этот инструмент. Ну, такие наши мечты, да, которые мы можем воплощать в жизнь. Немножечко картинок про нашу творческую деятельность. Да, в этом году у меня вообще 20 лет, в тот момент, потому как я в журналистике, много таких известных людей, личностей снималось. Здесь наша дочка снималась в фильме Евгения Педрева, «Богатый дед и папа родим». Вот. И, конечно, все было очень здорово, очень интересно, творческая жизнь. Но мы с мужем оба приезжие, из очень небогатых семей, с маленьких-маленьких городков, были без жилья. Возможности купить, ну, приобрести, чтобы что-то и жить достойно не было. И в один прекрасный момент... А что в один прекрасный момент? Ну, так как до реализации своей мечты были только желания, ну, и немножко возможности подрабатывать, да, свои навыки, и по видеопроизводству надрабатывать. Ну, естественно, подрабатывала съемка свадьбы. И вы сейчас на слайде должны видеть фотографию очень одной уникальной семейной пары, уже семья, у них есть сын. Это Ивана и Алена Родионовы. Конечно же, мы когда с ними поднакомились, они сразу нас привлекли, подружились в соцсетях, сняли им крутую свадьбу. Они потом мне пишут, Толя, привет, в общем, мы улетаем на полгода жить в Таиланд, и как фильм, будь готов, пиши. И тут я потихоньку стекаю под стол, пониманием, что как так? Ты тут пашешь, пашешь, что ты пытаешься делать. Умный, да, сидишь в общаге этого института, понимаешь, что у них что-то есть, то, чего нет у нас. И, конечно же, мы, получается, целый год наблюдали супругой за этой семьей в соцсетях. Потом они вернулись, это был 2013 год, и перед Новым годом осенью мы узнаем, что мы беременны третьим ребенком, да, то есть как раз статус многодетности у нас уже был, наверное, в ступу. И мы с женой приняли решение спросить у ребят, что же за бизнес все-таки, да, что за бизнес они предлагают. Они ответили, конечно же, это рефлейн, и нам стало все понятно. Я говорю, Анна, все понятно с этим бизнесом. Алена мне сразу ответила, что этот бизнес, конечно, не такой, как вы думаете. Тогда она мне сказала, что мы ничего не продаем, с каталогами не бегаем, и денег своих не вкладываем. Ну вот, наверное, после этой фразы все и началось. И сегодня, как вы видите, мы уже пятый год в этом проекте, у нас есть своя организация уже хорошая, качественная. Я думаю, многие партнеры здесь с нами в чате. И поэтому двигаемся дальше. Да, и мне очень понравилась фраза, что ежедневно каждому человеку даются десятки шансов изменить свою жизнь, главное их разглядеть. Порой мы судим поверхностно, не забравшись даже в сути, видимо, поэтому мы их не замечаем. Друзья, вы пришли на вебинар, и вы в прекрасном месте. И просто оцените ту возможность, которая сейчас вам предоставилась. Если кому-то не слышно или плохо там видно, пожалуйста, вы перезагрузите вашу страничку, тогда, может быть, исправится. Либо, к сожалению, у вас в интернете. Поэтому продолжаем дальше. Да, это вот картинки, как все начиналось. В тот момент, в который мы пришли в Алифлейм, у нас была комната в общежитии, 18 квадратов. Представляете, и мы здесь, у нас была двухъярусная кроватка, на верху спала дочка внизу, мы втроем, компьютер. Мы, кстати, начинали вести вебинары, можно посмотреть у нас на канале YouTube, но команда, многие помнят о том, что, ну, действительно, все так и начиналось. На фоне этой кроватки мы ввели вебинары, стремились что-то изменить в своей жизни. И, конечно же, все изменилось. Обратите внимание, что там, где я держу нашего малыша, это как раз есть весь размер нашей комнаты. Да, больше ничего не было. Вот, все, что мы имели на тот момент. Ну, второе фото, это супруга с малышом, она защищала эти сердца. Видите, тепло мне было очень. Кстати, про то, что все можно успеть. В один месяц ребенку мы открыли и звание директора, и защитили кандидатскую диссертацию. Поэтому, на самом деле, вопрос в ваших приоритетах, да, и вопрос в вашем правильном распоряжении, в вашем времени. У Пушкина, у Достоевского и у Бомжа Дяди Васи у всех 24 часа в сутки. Да, первая зарплата 1500, вообще-то, сейчас уже не разряжу. Да, вот этот старт, как раз вот беременные с третьим ребеночком были. Вот так все начиналось. Я помню, вы знаете, самый первый вебинар, вот она, я на фоне этой кроватки, с ребеночком, когда мне сказали, что пишите свои мечты, план. И у меня, конечно, были первые две мечты, это купить четырехкомнатную квартиру, в которой мы сейчас находимся. Уже больше двух лет мы живем в своем жилье, купленном, купленном, без всяких кредитов, и долгов. И вторая мечта у меня была сводить маму на море. В итоге у мамы сейчас, по-моему, восемь морей, и сколько же стран. Мама посетила вместе с Арифейн, потому что маму я зарегистрировала, мама сейчас золотой директор. И у нас 13 морей и 9 стран. На самом деле у меня эти цифры еще маленькие, потому что все, кто будет выступать дальше, у них, по-моему, они во много раз выше. И так что нам есть еще одно, к чему стремиться. Дальше. Да, то, что дает компания Арифлейн, на картиночке в центре, мы с ребеночком, по-моему, там только 22% открыли на БВО в компании. То есть всякие моменты бывают, в жизни награждения, мероприятия, дети очень часто с нами. Даже если мы ездили в соседний город, брали с собой сына среднего, чтобы показать ту цену, которую мы платили за успех, чтобы он понимал, что нужно рано встать, нужно поехать, нужно проводить встречи, чтобы дети, они видели ту цену, которую мы платим, чтобы они тоже могли быть успешными. Потому что мы не можем воспитывать детей какими-то абстрактными словами, если личного примера не даем никакого. Ну так, выступление в Олимпийском. Да, тут все сказано, ролик тоже про Олимпийский есть, где-то у нас на канале. Это, конечно, уникальные ощущения, когда ты просто... Знаете, однажды я увидел в подростковом возрасте, увидел такой сон, который стал подсомненен, в принципе, пылью реализации вот в Олимпийском, что я стою на сцене с микрофоном, на огромной сцене, перед большим количеством людей, и на меня светят прожекторы. И этот сон я вспомнил только тогда, когда вышел вот на эту сцену. Я думаю, что это, наверное, и была та проекция, да, то видение будущего. И, ну, поэтому визуализируйте свои мечты и цели, планы, и они у вас стоят обязательно. Да, вспоминайте свои самые-самые ценные мечты. Ну и, конечно, кроме реализации, да, вот такой вот, знаете, даже нам Олимпийский дает гораздо больше возможностей для реализации, для поездок, для выступлений на сцене, чем дала журналистика. Потому что, как мы журналисты, мы развиваемся, но возможности далеко не такие, какие, не такие деньги, которые платит шведская компания Алисвей. Но кроме вот этой реализации, мы получили уникальнейший продукт для здоровья, Wellness, который во многом помог нам в здоровье нашей семьи. Сейчас хочу много историй связанных с здоровьем нашей семьи. Хочу рассказать, наверное, историю среднего сына, который у нас родился, были некоторые проблемы по неврологии, вообще не набирал вес. И, конечно, когда мы узнали о коктейле Wellness, мы стали ему давать. На сегодня это важнейший продукт в нашем доме. Обязательно напишите, пожалуйста, кто пьет коктейли, как он вам помогает, что это вообще такое. Они же тут не расскажут, наверное. Напишите. Просто поставьте плюсики. Кто знаком с этим продуктом. Кто не знаком, обязательно просто узнаете всю информацию. Я не знаю, минусы поставьте. Потому что это реально крутейший продукт, который помог нам по здоровью. Мы сейчас, мы к первому классу, в принципе, полностью выровнялись по здоровью, начали набирать вес. Это полноценный белок, который легко пьется, легко усваивается, очень вкусно. И я считаю, это ответственность каждого родителя, да, обеспечить полноценную еду, полноценный рацион своим детям. И подкрепление для организма. Так, даже есть минусы. Ага. Ну и, друзья, конечно, мы не могли делиться всей бизнесом со своими детьми, потому что они не видели... Мы не могли не делиться. Да, они могли не делиться со своими детьми. В прошлом году у нас такая ситуация была. У дочери была мечта, ей было в тот момент 13 лет, была мечта купить себе ноутбук. Естественно, мы ей его не купили, сказали, что ну вот есть крутая возможность, вот есть каталог Арифлейм, и можно на этом доработать. И вот сегодня уже наступил ноябрь, ровно год, как мы сейчас ей 14 лет, мы ей не даем ни копейки, ни карманных денег. При этом она достаточно нормально себя чувствует, вроде бы не голодает. Сама себе оплачивает маникюр или там покраску, делает какие-то покупки. Конечно, она заработала к Новому году на ноутбук себе. Поэтому, друзья, у кого есть дети, это прекрасная возможность давать им финансовое воспитание, не просто давать им деньги. Понятно, что, конечно, их дома всегда ждет обеспечение, кружки, родители оплачивают и продукты, и кружки, бассейны, журналистику, английский там и так далее, да, все это понятно. Но, когда ребенок знает цену каждому рублю, как он зарабатывается, да, он совсем по-другому относится к деньгам. И вот они одели вот такие новогодние колпачки, каким образом, да, они собирают заказы. Новогодний колпачок, заказ, сейчас с поседем встречались, сейчас уже постоянных клиентов очень много, и, пожалуйста, собирают заказы. Вот. Ну, я думаю, что тоже очень хорошая возможность. Тут нужно понимать, что вы, как родители, да, если кто имеет детей, вы являетесь примером для них не только на словах, но и в действиях. Если родители делают какие-то действия, даже смотрите, вы пришли в проект, да, и вы что-то пробуете, и вы понимаете, что у вас появились какие-то сложности, там, прикрутинги, в общении с людьми, знаете, если вы сейчас сдадитесь, то ваши дети потом поступят так же самое. То есть они сдадутся по вашему примеру, даже если вы им явно не скажете, что вы сдали. Но если вы победите, да, если вы выйдете победителем в этом небольшом испытании, знайте, что интуитивно, подсознательно дети так же преодолевая разные сложности, они будут выходить победителями. И это, знаете, это закон, он действует, верите вы в него или нет. И... Да, друзья, ну вот еще раз просто хотели повторить о том, что дети это ваше отражение, поэтому будьте успешными, пока ваше отражение. И... так, о, нас даже видно, слышно, я наладил сюда. Всем привет! Привет всем, друзья и товарищи, с кем знакомы, с кем не знакомы. Россия, даже так. Давай, вот нас видно, слышно? Давайте проверим связь. Как-то он говорил, ой, не кукушата, у нас еще наш вебинар. Подожди, вот он, по-моему. Так, сейчас, секунду, мы загрузим свои слайды. Детки растут, это понятно, подождите. Ну, давайте, пока мы загружаем, сразу будем знакомиться. Мы из Уфы. Слайды есть. Да. Сколько у нас человек на вебинаре? Тысячу восемь. Тысячу восемь человек. Ну, это бывает такое в Reflame только. Тысяча человек в комнату, а тысяча восемь зашли. Помните, да, фотографию смешную про кто вы, агент СРУ, нет, Reflame. Вот. Ну, всем привет. Еще раз давайте знакомиться. Нас зовут Лена, Ирина Генудиновая, мы из города Уфа. Сразу подъем по слайдам, потому что времени мало, а охота сказать очень много. И, конечно же, охота призвать семьи к такому классному, надежному бизнесу и очень интересному. Вот. Вот это наша краткая история. В девяностом году Лена зарегистрировалась, сейчас она расскажет, как. Начали мы строить бизнес в тринадцатом году. Вот. Потом открыли директора, старшего директора, золотого, старше золотого. И в семнадцатом году мы закрыли сразу же, там получилось четыре звания за один год. Вот. И вообще другая жизнь. Вообще другая жизнь. Но как всё начиналось? Смотрите. Начиналось всё, как и у многих, потому что все мы закончили, заканчиваем школы, идём в колледжи, идём в институты, устраиваемся на работу, а там у кого как пойдёт. Кто пошустрее, того успешнее, кто не совсем, ну, как есть. Я не скажу, что мы не были успешны в своей сфере, потому что, в принципе, с Ренатом изначально мы с активной жизненной позицией, но тем не менее, я по профессии провизор, сначала колледж закончила, сестринское дело, потом закончила институт, а Ренат – инженер по медоборудованию, плюс ещё с предпринимательской жилой. Ну, меня вообще побросало, я считаю, хорошо, потому что сначала я отучился на инженера и думал, что ремонтировать оборудование медицинское это классно, круто, но поработав немножко, я понял, что на зарплату свои сильно не влияешь. Пошёл продавать оборудование, пошёл в продажи, пошёл заново всему учиться, работать с людьми, коммуницировать, работать с каким-то главврачами, с лицами, принимающими решения. Было очень сложно, трудно, но постепенно в полях, да, этому тоже научился. Потом была должность руководящая, вот, потом была мысль открыть свою большую фирму в этом же направлении, но в этот момент как раз-таки Лена зарегистрировалась в компанию и у меня появилась возможность ну как бы сравнить. Это, конечно, сейчас так красиво звучит, да, сравнить. Это было так, что Лена меня, сначала я её не трогал, что она была в рефлэме, я был не против, но когда начала меня атаковать, говорила, что там есть деньги, там есть хорошие доходы, и когда сказала, что там есть мужчины, я просто ответил, Лен, я говорю, мужчины разные бывают, я не такой, я не хочу работать с помадами, короче, я её не слушал, ну так, наверное, многие. Ну да, так в основном, спросили, сколько лет нам, по 36 лет, да, или тебе ещё? Мне 35, пожалуйста, не надо мне прибавлять, прибавлять годы. Простите. Да, ну да, Риклэй, вы знаете, я хочу сказать сразу, слава Богу, не хватило мозгов думать о карьере, хватало мозгов только, видимо, беременеть и рожать, потому что на тот момент как-то так получилось, что один за другим у нас получились детишки. Как-то так получилось. Как-то так получилось, да, и я говорю, что сейчас от большого ума девушки начинают думать, о карьере, о чём-то ещё, о чём-то ещё, но сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что мы сделали самое верное решение в жизни, два верных решения, два. Первое, это мы родили всё-таки детей троих, и второе верное решение, что мы сейчас сотрудничаем с компанией Арифлэйм. Когда-то, значит, судьба так повернулась к нам, что мы здесь. Обыкновенная домохозяйка, вы знаете, смотрим семейные архивы, и, вы знаете, ну вот пелёнки, поесть, куда в магазин съездить, выходной, куда-то сходить, погулять. Всё как у всех, больше дальше как-то движения не было. Единственное, что в какой-то момент я понимала, что я начала деградировать, записалась в библиотеку, начала читать книги. Книги классики. О, библиотеку записала. Не знала, куда себя подать, подалась в библиотеку. Вот. То есть, интуитивно как-то уже хотелось развития. Поехали дальше. Кстати, эта квартира, сейчас, где фотка сделана, эта квартира, хрущёвка, 30 метров квадратных, кухня 6. Вот эта комната, у нас была поделена пополам, вся комната 19, вы считаете, пополам. И вот этот вот один зал, где мы делали всё, и время проводили вместе, и спали. ели, всё-всё-всё, ещё и телевизор работал. Ужас, ужас, ужас. Ужас. Почему мы в МЛМ? На самом деле, я бы в Арифлэм никогда не пришла, ну, может, это я сейчас так говорю, поспособствовало тому, что два фактора. Я пришла на человека, потому что меня пригласила Светлана Веснина, женщина, они бриллиантовые директора, уже достаточно давно, но они с Арифлэм, с 98-го года, не знаю, не буду убрать. Первое, значит, повлияло человек. Интересная, успешная, видно прямо, что очень ухоженная, свои там за 40 лет она выглядела просто превосходно, очень сильно мотивировала то, как она разговаривает, то, как она умеет отвечать на все-все-все какие-то вопросы, интересующие возражения. И второй фактор, вернее, даже это первый фактор, это велнес. Я пришла на витамины, на витамины себе, на витамины детям, омегу, сразу забегая вперед, немножко скажу, что по ценовой политике может аналогов найти и можно, но по качественному и количественному составу аналогов найти достаточно сложно. Поэтому лучше, чем наша омега, конечно, я не знаю, навряд ли можно найти, учитывая соотношение цены и качества. Тем более форма жидкая, это редкая форма, тем более ароматизаторы не клубничные, не земляничные, не малиновые, а все-таки это лимонный сок, и что опять-таки способствует, прививает любовь детей к рыбе. Ну, в общем, таких, знаете, моментов очень много. Тем не менее, пришла на продукт. А осталась, именно пришла в бизнес из-за Светланы. Она очень хорошо и правильно, грамотно ввела в это дело, начала ходить в мероприятия, видеть женщин. Тогда молодежи не было столько, сколько сейчас были женщины, но тем не менее, меня они тоже мотивировали, и я думала, я в декретном, и сейчас вот мои декретные 7 тысяч, да, дай-ка я выйду на 30. Если я на 30 тысяч выйду, получится, я из декретного выходить не буду. В общем, вот как-то была такая мотивация. Если они смогли, я чем хуже. Вот, собственно говоря, я все начала пробовать, приглашать людей, люди стали приходить на продукт, вышла на доход, 5-6 тысяч за два месяца, но только через год мы пришли именно в бизнес и стали людей приглашать. Приглашать на бизнес с Ренатом, когда Ренат именно принял решение уволиться с работы, сходил на Эдуарда Васильева, после этого через 2 недели принял решение уволиться с работы, и у нас пошла работа, такая дежурная, по приглашениям. Работали мы вживую, не было, была соцсеть, но в ней не было еще. Системы работы не было. Системы такой работы, да, как сейчас. И это были живые встречи, чисто живые встречи, мы ездили и по регионам, ну как по регионам, господи, в Урае, где мы вот жили, да, несколько лет. Ну по-разному, по-разному. По-разному. Ну это будет ее, и мы звали на Велмос. Здесь два лайфхака сразу. Смотрите, первое, это Светлана Весина познакомилась с Леной просто на улице, протянув каталог. То есть это абсолютно чужой человек меня пригласил, абсолютно чужой человек. Почему она каталог протянула? Не потому, что она продавала продукцию, а ее зацепила активная мамашка с детьми, которая что-то садится в машину. Ну, Свету мамашкой не назовешь, хоть у нее трое детей. Ты мамашка. А, ну я мамашка. Ты мамашка. Она увидела активную девчонку, да, поэтому каталог протянула. Это раз. Второй лайфхак, Света постоянно была на связи с Леной. Это вот вам сейчас, да, тоже к тем, кто начинает бизнес. Очень такой момент, полезный. Да, это важный момент, что она была все время со мной на связи, и сейчас мы говорим, что какая привычка, какую привычку вы должны взять, это быть на связи со спонсором и быть на связи со своими новичками. Это одна из важных привычек, включения вообще в бизнес, потому что не проходило два дня, чтобы Света мне не позвонила. И это было, продолжалось на протяжении всего года. То есть это не так, что в течение первой недели, а давай-ка я с тобой, а потом ну ладно. Нет, это было полностью вот такого сопровождения. Дальше? Дальше. Ну, то есть понимаете, я не был против этого Арифлэма, потому что Лена провизор, она специалист в этом, а я доверил ей здоровье детей, как говорится, и свое. Сам пил коктейли витамины, дети пили омегу, и честно слово, мы уже належались в больницах, и принято было решение заниматься профилактикой здоровья, а не лечением. И с тех пор, пять лет, мы ни разу не были в больнице всяких. Мы настоящие. Все. Почему я пришел в Арифлэм? Я сейчас много говорить не буду, потому что это было два, три, четыре месяца изучения, там, Киосаки, квадрат денежного потока, план успеха, и так далее. Но почему я пришел кратко? Первое, нет рисков в этом бизнесе. Второе, невозможно его отнять, потому что только можно родственникам передать. Третье, передаются по наследству, что для меня важно, как для отца, большой семьи, да, и для кормильца. Вот. И бизнес – это слово «без нас». Я понял такую картинку из уроков на салфетках, что сначала много времени проводишь на рекрутинг, уделяешь рекрутированию, поиску людей, формированию команды, формированию ключевой команды, а потом со временем, да, переходишь к спонсированию и выйдя на определенный уровень дохода, который тебе нужен, ты можешь, немножко, скажем так, уже контролировать бизнес, но его активно не вести. Вот. Ну, я, конечно, не призываю людей поработать, потом не работать, но я понял, что… Сейчас договорили, подожди, 5 секунд. Можно? Чуть-чуть. Можно. Я понял такую вещь, ребята, смотрите. Вот 5 лет, как минимум, да, все равно пройдут. То есть сейчас, допустим, 18-й год. Через 5 лет будет 23-й год. Они однозначно пройдут. За эти 5 лет можно в свое время обменять на деньги, просто где-то зарабатывая, даже хорошие деньги, 1200, 150, которые я зарабатывал, можно просто обменять. А можно на это время вложить, даже зарабатывая, при этом, может быть, меньше поначалу, там, где-то выходя на доходы, но через 5 лет ты будешь получать доход 150-200 тысяч рублей, как минимум, и ты будешь четко понимать, что ты эти 5 лет вложил в свой бизнес, который потом только масштабируется. Я когда-то понял, у меня волосы зашевелились, и я понял фразу Полежаева. Полежаева говорит, когда я про эту идею узнал, и когда пошли первые регистрации, я начал с ужасом звонить знакомым, чтобы им никто быстрее не позвонил. Ну, то есть, пошла такая жадность в том плане, ну, хорошем смысле слова. Я понял, что надо срочно делать бизнес. Вы знаете, есть еще такой момент, когда, вот мне все это говорили, когда я была новичком, ну, Света же, она все равно работает, ну, все равно же она работает, и мы сейчас работаем, но вы знаете, мы сейчас работаем не потому, чтобы заработать 100 тысяч, которые у нас уже есть, мы сейчас работаем, чтобы еще плюсом 100 заработать, а потом будем работать, чтобы еще плюсом к этим 200, еще 100 заработать, понимаете, то есть здесь работа ведется не для поддержания штанов, а здесь работа активная ведется, чтобы приумножить, понимаете, что не скажешь никогда ни о наемной работе, ни о том бизнесе, который у тебя в ограниченном формате. Вот, собственно говоря, понимаете, да, почему лидеры здесь развиваются, Мы развиваем новые команды, у нас глубокая структура одна, где уже в седьмом поколении золотые директора у нас закрылись, открылись, то есть там, ну, это же круто, это же здорово, когда ты уже не смотришь в ту ветку, вот, что мы получили, мы получили автомобиль, первый автомобиль, это Skoda Rapid от компании Ariflame, когда директора уровня закрыли, уровень директора, и в итоге нам бонусами, автобонусы же компания выплачивает, выплатила где-то 550 тысяч, новый автомобиль стоит 800 тысяч, Ну, я не знаю, как сейчас по ценам, в прошлом году была такая цена, да, ну, представьте Мы его брали за 550 тогда, и нам компания полностью, короче, полностью оплатила Да, если уж так говорить, то полностью Ariflame нам оплатил автомобиль, потом, значит, когда мы закрыли уровень бриллиантового директора, мы взяли Volvo, ну, то есть это абсолютно выбор каждого, потому что сейчас Лисанда Минова, они BMW взяли, да, кто там, эти, с Белебея, Маркелова, они взяли, какой автомобиль? Митсубиши, Паджиро Митсубиши, ну, то есть кто-то Кто-то берет Мерседесы Да, кто-то берет Мерседесы, Юлия Курманова, ну, то есть это вот все от вас зависит Мы взяли Volvo, отчего мы в большом и диком восторге Мы съездили по закрытию звания бриллиантовых директоров, вы попадаете на бриллиантовую конференцию, это Япония Вообще, это просолка, знаете, среди лидеров, среди таких же устойчивых, успешных, терпеливых И вот это вот, знаете, обмен вот этой энергии, он все равно происходит, это очень сильно чувствуется Почему мы говорим, будьте на мероприятиях, общайтесь с сильными Вот я знаю, что у Рината мотивация, вот я сегодня общалась вчера с девушкой, она говорит, да, как вот, вам же тоже надо черпать Я знаю, что Ринат черпает мотивацию от лидеров, от Кукушовых, от Гоглоевых То есть постоянно вот это вот общение с сильными-сильными людьми То есть по-другому никак Если вы хотите зарядиться, не нужно искать где-то заряд на стороне У вас есть спонсоры, у вас есть команда, которые растут Дальше поехали, Ринат, у нас слайдов Больше времени Вы знаете, что самое здоровое? Это не в начале приходит, это не в первый год и не в полгода Но сейчас здорово, когда мы просыпаемся вдвоем, засыпаем вдвоем В течение дня мы вдвоем, ну то есть как будний, выходной У нас нет этого разделения понятия Единственное, что мы понимаем, что выходные дни, это когда дети не идут в школы С детьми мы в любое время можем пойти В бассейн, мы летом на сплав Мы даже один раз утром ребенка в школу отправили, в воскресенье Мы просто путались В воскресенье? Да Ты спала, я отправила Да, у нас бывает и такое Но это здорово, когда мы для детей все время доступны И для нас, как для родителей, для меня, как для мамы тоже важно Ребенок приходит со школы, мы дома Не я дома, как мама, мы дома, понимаете, с папой На секции увезти, там привезти кружки Для нас не стоит вопрос Хотя для многих родителей, только потому что они работают с утра до вечера, днем Они не могут ребенка куда-то позволить И это проблема большинства А куда деваться? Жизнь такая, люди говорят, понимаете? При этом, ладно бы, зарабатывали 300 тысяч Уже зарплата 30 тысяч И как бы держась за нее, не видят возможности Но для нас это очень ценно Когда мы действительно свободны Я не знаю, как это сказать Мы в бассейн ходим Пошли в бассейн? Пошли И вчера мы плавали там полдня Вчера Вот вчера Вот пример из жизни прямой Я говорю, так, Лен Я говорю, сейчас я сажусь Надо перекрутировать мне час-два Ну, в интернете переписки провести Она говорит, а я хочу в бассейн Я говорю, ну сходи, ты поплавай Сейчас же у Лены животик еще есть Ей надо в воде чаще находиться Да, кстати, вот если Классно еще здесь, что можно еще рожать Потому что у меня срок 26 недель Откуда вирусы, не знаю Они лезут на свет, короче Лезут на свет Вот, я говорю Я сейчас поработаю, порекрутирую Она говорит, я хочу с тобой в бассейн Я говорю, Лена, ну я работать запланировал Она говорит, ну я хочу с тобой в бассейн Я говорю, ну пошли Поплавали, сходили в бассейн Я приехал, потом начал работать То есть, понимаете, это... Некоторые говорят, я не хочу работать по найму Я хочу быть свободным предпринимателем Я хочу работать мало Ребята, мало работать не получится Работать надо будет тоже много Но, когда ты сам себе определяешь рабочие часы Даже при этом работая больше Ты начинаешь себя чувствовать Более уверенным себе человеком И финансово независимым Это самое главное Япония Это другой мир Это другое измерение Быть там надо Побывать Очень другие традиции Другая культура Я не знаю, от питания Начиная, заканчивая унитазом То есть, ну вообще все-все Везде инновации Как классно сказал, да? Начиная от питания, заканчивая унитазом Весь путь Да, да, весь путь Дальше поехали Где мы были? Это фотография с Мадрида Недавно мы были в Мадриде И компания сделала Эксклюзивную, сказочную Просто встречу Незабываемую никогда Ни за что Вот в таком вот красивом Великолепном формате Скачки, да? Скачки, как на ипподроме Все это было очень дорого Все это было фешенебельно Все это было сказочно Более того, у нас с Ренатом Состоялось 12-летие Совместной жизни То есть это была дата Нашего бракосочетания Вот просто вот в такую сказку Мы уже второй раз, по-моему Празднуем вот такие вещи Будучи на конференциях компании То день рождения твой, то юбилей Короче, нам компания все оплачивает Представляете? Вот у вас Все день рождения Все оплачивают Нынче банкет директоров Был 23 сентября Как раз мой день рождения Представляете? На лайнере мы были Тоже день рождения Тоже 23 сентября В прошлом году был лайнер У меня был день рождения Юбилей 35 И мы там были с командой И да, самое дорогое Когда не просто Те, кто приходится тебе По родственным Или каким-то связям Друзья называются А те, кто действительно лидеры Лидеры, которые идут за тобой Это действительно твои настоящие друзья Единомышленники Которые смотрят с тобой В одном направлении И с тобой или без тебя Делают свое дело У Лены появилось много платьев 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 Красивые Всевозможные Да, то есть постоянно нужно Выглядеть хорошо А это тоже здорово Я вчера Не засосет, как называется, быт Я вчера гардероб перебрал У меня оказывается Семь костюмов Семь Зачем они мне семь Я не знаю Я одеваю три всего Но семь костюмов Дальше поехали Ну да, девчонки Вот те, с кем девчонки Я вот общалась Это Наталья Пасечник Да, Марина Бриллиантики С кем вот знакомишься Встречаешься на таких конференциях Сказочный вид просто Вот когда мы смотрели На острове Миконос Вот на это побережье Это просто, знаете, дух захватывал Реально ты смотришь И как будто ты не в этой жизни Вот такие вот сказки Дарит компания «Арифлейн» Ну, вы за такие Вы можете поехать В принципе, с семьей Можно съездить Но этот отдых будет Достаточно предсказуем А компания делает Непредсказуемые дни Понимаете? Каждый день он непредсказуем Каждая минута Каждое мгновение Какое-то шоу Какая-то новая страна Какое-то новое место Вот опять-таки с командой Да, видите, лайнера Два лайнера крупнейших «Арифлейн» И тоже вот это путешествие Куда? А назад ты? У нас время вышло Как рекрутируете? Был вопрос, который мы пропустили Вообще мы рекрутируем Ренат в соцсетях Рекрутирует Я рекрутирую Мне, получается, вживую Потому что периодически С кем-то я постоянно Каждый день знакомлюсь Это знакомые Это холодные Ну, как сказать Теплые контакты Короче, это живые контакты В соцсетях у меня, получается Немножко терпения не хватает Вот Так Терпения не хватает Терпения не хватает Я приглашаю людей только на бизнес Вот если человеку интересно Что-то в своей жизни менять Если он хочет зарабатывать Полмиллион или миллион Хотя бы Ну, за год За первый год Хочет заработать Я им рассказываю идею бизнеса Как бы В соцсетях, конечно, работы Больше, чем вживую Мы росли, работая вживую Только потом перешли еще Частично в онлайн Но сейчас у Лены получается Больше Давайте вот так Это свежие фотографии Вот сейчас Вот вы видите Даже я в этом же пиджаке Сижу перед вами А, это сегодня? Это сегодняшняя фотография Была школа молодой мамы То есть я зарегистрировала девчонок Которые живут в Уфе У нас, да, девчонки зарегистрировали Все, они пришли на какой-то продукт Теперь задача сейчас у вас Как этих людей Дальше поддержать и влюбить Мы сделали школу молодой мамы На которую пригласила врача-стоматолога Она зарегистрировалась Сама первый раз туда пришла Врач-педиатр У нас в команде неанатолог Про омегу рассказывала Значит, визажист Девочка, которая тоже С пренебрежением относилась Вот они пришли И, знаете, когда вот эта атмосфера Когда я начинаю распылять Вот этим вот спреем Все везде распыляю Мазать кремами Сразу люди-то начинают Примухиваться, вы понимаете И вот этот вот момент Вкусно, тепло, красиво Адекватные красивые девушки Плюс мы канапешки сделали Эти бутербродики с омегой Которую никто не почувствовал И все влюбились в эту омегу Вдруг Вот, Настя, значит, взяла Мы аптечную омегу принесли И она разложила, значит Чем отличается Чем преимущество Это педиатр в нашем Короче Самое главное С людей снять вот эту пелену Потому что многие думают Что Арифлэм Это какие-то непонятные тетки Это какая-то грязь, дешманская косметика Большинство вот людей Которые сейчас вот сюда приходят Именно с таким А тут, значит, все молодо Красиво, зелено И суп дала И суп вдруг попробовали Все захотели Ну, то есть Вот такие вот живые встречи Мы стараемся, конечно, в Уфе делать Плюс у нас школа новичка Каждую субботу С четырех до шести То есть приходят уже те Кто пришел на бизнес Что-то подмешивать Да Да тут уже все намешано Без нас, Сережа Арифлэм уже намешал Что надо Вот Ну, короче, здорово В общем, ребята, смотрите Скажем такое заключение фразы, наверное Ну, самое главное Мы Не то, чтобы не жалеем Мы благодарны себе за то Что мы в этом бизнесе разобрались Не все получается, как мы хотим Если бы у нас все получалось Мы бы уже были президентами Как минимум бриллиантовыми Понимаете, да? Если у нас бы получалось все Это в неделю Я позвал пятерых Те по пять Те по пять Это за три каталога можно сделать В лестницу успеха У нас очень много не получается У нас дофига не получается Но, тем не менее Как бы мы делаем Дальше, дальше, дальше И мы идем по лестнице успеха Мы ползем Мы поднимаемся, да? Поэтому, самое главное Сравните себя А мы себе благодарны За то, что мы в этом бизнесе Разобрались И в нем разбираемся Ну, развиваемся Мы, как бы У нас Для нас семейные ценности близки И компания Арифлэм Очень Кажем так Красной линии Да, везде проходит Семейные ценности В компании Арифлэм Начиная от руководства Заканчивая Какими-то акциями Компаниями Где на семью Идет, как бы, акцент Поэтому Растите Развивайтесь Смотрите в одну сторону Иногда немножко Спорьте Ничего страшного Про мечты Спросили Какие мечты Детей исполнили Я знаю, что у Тимура Мечта свой дом Дом мы еще не построили Свой Но это тоже Наша мечта У остальных детей Как-то вот такая Спрашиваю О чем мечтаете Сказать, что Какие-то амбициозные Такие прям мечты Нет Все больше Как-то там Приземисто И так далее Поэтому Даже не могу сказать Один опыт Один раз Меродион говорит Старший Шэн Пап, купи мне Лего дорогой Я говорю Не могу Почему? Я говорю Ну он дорогой А вот моему там Другу купил папа Я говорю Наверное У него другу папа Работает в том месте Где платят много денег Он сказал А ты почему Ты работаешь там Где платят мало? Уволься И работай там Где платят много Почему нет? Это было тогда До Арифлейм еще Я понял Что у Стайма 11 Договорит истина И мы купили Купили много Вот последняя мечта У Роделика У маленького Была велосипед У него маленький Он вырос И он все время Говорит об этом велосипеде Раз ему взяли Этот велосипед И он счастлив Пока еще ничто не просил Дети в частной школе учатся В частной школе учатся дети Они занимаются Все ходят на карате Они ходят на плавание Занимаются английским То есть В художественную школу У нас ходит средний сын Ну то есть Достаточно Занятость у них есть И есть те моменты Где они там Не хотели Не хотели А сейчас они довольны Благодарны Что вот Занимаются тем Чем Ну вот мы Как говорится Им позволили заниматься Да Поэтому Все в принципе Очень даже Очень даже Я считаю Гармонично Вот Но есть всегда К чему стремиться Все Мы все время Закончили Все Спасибо вам огромное Спасибо всем 1003 участников Какие-то вопросы Если есть Пишите в личку Мы открыты В инстаграме Вконтакте У нас там опять мальчик Все Мы родители мальчиков Девочка Добрый вечер Нас видно Слышно Давайте проверим Обратную связь Как у нас Со связью Я смотрю У меня Ирм так сел Хорошо С ушками Сразу встал Давай Чуть подальше Поставим Да Все Отлично Вообще Когда идут Такие вебинары Истории Жизни Да Людей То хочется Действительно Приклеиться К компьютеру И Настолько Как бы И записывать И внимать И восхищаться Потому что Вот предыдущие Два спикера И семья Гейко И семья Гайнудиновых Это конечно Величайшие Примеры Вообще Людей Которые Сами Себя Сделали Да Сегодня Вы услышите Еще других Людей Мы Наверное Случайным Образом Оказались На этом Вебинаре Как Влад Говорит Да У нас Не трое Детей У нас Двое Но если Станет Трое Мы Знаем Почему Это Произошло Вот В общем Мы Очень рады Вас Приветствовать Мы Из города Чебоксара Ирма и Влад Егорова Бриллиантовые Директора Заработать Потому Что В жизни Вообще Так Складывалась Ситуация Что Родителей Не было Воспитывалась Я Бабушкой Денег Всегда Не хватало Вот Здесь Есть Такие Кому Денег Всегда Не хватало Вот И я Думала Устроиться На Работу И Однажды Звонит Мне Подруга И Говорит Есть Вакансии Давай Сходим На Собеседование И Вот Таким Вот Образом На Закрытую Информацию Не Зная Куда Мы Идем Мы Пришли В компанию Арифлейм С моей Подругой Когда Послушали Информацию Первая Мысль Была Это Не Мое Вернее Когда Вошли В зал Еще Пока Информации Не Было Это Не Мое Я Этим Заниматься Не Буду У Меня Был Блог Сразу Не Знаю Почему Какие-то Свои Стереотипы Наверное Сработали Вот Но Когда Мне Рассказали Полностью Идею Бизнеса И Рассказывал Директор Успешный Уже Человек Молодой Он Тоже Пришел В 19 Лет Последник 149 Рублей Представляете Стоила регистрация Я отдала Последние Деньги До сих пор Я в 12 лет В компании Арифлейн И я считаю Что это была Самая лучшая Инвестиция Которую Когда-либо Мы делали Вообще Наверное В своей жизни Потому что За эти деньги Мы купили Свой бизнес И начали Создавать Его Очень много Было Страхов Сомнений Комплексов Я сама По себе Так как Может быть Вот этот Комплекс Неполноценности Он с детства Развивался Не было Мамы рядом Очень хотелось Тепла Очень хотелось Семьи Хотелось Развиваться Я жила В маленькой Деревне 200 домов У нас была Школа Деревянная В моем Классе Училось 5 детей Вот И да Казалось бы Это как Репетиторы Нас учили Да Можно сказать Да Мы сидели Там на каждом Уроке Но У нас Не было Ни кружков Ни секций Я много Читала Мне хотелось Развиваться Вот это Я помню С детства Мне хотелось Чтобы моя Бабушка Мною Гордилась И И когда Я уже Училась В школе Хотелось Быть Лучшей Вот Кто Понимает Меня Наверное Здесь Все Собрались Тысячу Человек Именно Такие Которые Хотят Быть Лучшими И Когда Ну как Я Взрослела Так Скажем Да У меня Появилась Такая Мечта Мечта Была Вообще С детства Наверное Это Семью Семью Детей Ни одного Ребенка Однозначно Потому что Я выросла Одна Мне Было Очень Грустно Одной Вот И Поэтому Придя В бизнес Я Увидела Историю Успешных Людей И Зародилась Более Наверное Крепкая Такая Вот Мечта Иметь Семейный Бизнес И Вот Вы Видите Представителей Семейного Бизнеса Который Расскажет Свою Историю Историю Я Расскажу Очень Быстро Хочется Больше Успеть Рассказать Про Тему Которую Мы Сегодня Хотим Раскрыть На Тему Которую Нас Прогласили Выступить Скажу Так В свое Время Сам Работал Инженером Пришел Не сразу Полгода Был Негативчиком Был Спортсменом Футболистом Причина Прихода Друзья Вот Смотрите Я познакомился С Ирмой Когда Ей было 22 года Она Говорит Если Ты Мне Не веришь Пойдем Со Мно Банк И мы Пошли С ним Банк И На Глазах Ирма Банк Выдал Ирме Справку Что Доход У нее В 22 Года Был Миллион 150 Все Я Тогда Как Инженер Заработал 200 Тысяч И подумал Просто Кто Из Всегда Хотел Работ На Себя Вторая Причина Это Деньги Очень Хотелось Зарабатывать Хорошо Тогда Была Сумма 50 Тысяч И Третья Причина Про Которую Мы Хотим Вам Сегодня Рассказать Это Путешествие Потому Что Я Всегда Относил К той Категории Людей Друзья Кто Очень Любил Путешествовать Но Ни разу Нигде Не путешествовал Есть Такие Здесь Среди Присутствующих Напишите Вот Такие Как Я Очень Любят Но Нигде Не Были Есть Да Я Смотрю Плюсики Пошли Вот Поэтому Я Никогда На Самолетах Даже Не Летал За Границей Вообще Никогда Но Очень Сильно Хотелось Но Понимал На Свою Зарплату Этого Сделать В Когда Я Пришел В Этот Бизнес Ирма Открыла Звание Золотого Директора И уехал Помню В первое Своё Путешествие На Остров Мальта И Тогда Я Сидел Чувак Который Очень Любит Путешествовать Но Нигде Не Был И Сидит Смотрит По Компьютеру Как Благодаря Арифей Его Любимая Девушка Сейчас Отдыхает На Мальте И Тогда Такая Сила Желания Появилась Вера Убежденность Что Я Тоже Так Хочу Почему Мы Вам Показываем Все Эти Истории Чтобы Кто Кто Из Вас Увидел Свою Историю Сказал Черт Я Тоже Так Хочу Черт Побери И Придя В этот Бизнес Кстати Кто Как Думает Какая Ступень Изначально Сразу Запала Прям Сразу Если Уж Мы Подсказку Говорим Про Многодетные Семьи Бриллиант Ну Есть Что То Конечно Ален Хотелось Очень Но Для Меня Сразу Глаз Упал На Звание Исполнительность Совершенно Правильно Пишет Наталья А Как Думаете Почему Упал Глаз На Исполнительный Директор Исполнительный До сих Пор Мы Сейчас Работаем На Это Звание Почему Совершенно Верно Ренат Пишет Красавчик Путешествие На Четыре лица Бесплатно Для Меня Всегда Семья Минимум Была Четырех Человек Да Я Хочу Каждый Год Бесплатно Путешествовать Чтобы Эти Путешествия Полностью Оплачивала Компания Рифей Я Сказал Себе Я Буду Исполнительным Директором Компании Рифей И Вся Моя Семья Каждый Год Будет Путешествовать Ну Один Раз В Человеку Который Где-то Даже На Пять Секунд Высветился Может быть На Вебинаре Спасибо Вам Большое Мы Поставили Девизом Растут Детки Растет Бизнес Потому Что В любом Случа Дети Они Вырастут В 2011 Году Я Стала Мамой Влад Стал Папой Мы Резко Повзрослели Вообще Сразу И Пересмотрели Свои Все Ценности Мне Кажется Вся Жизнь И Время То есть Жизни Ты Уже Совершенно По-другому Рассматриваешь Потому Что Когда Появляется Ребенок Меняется Очень Много В жизни И У нас Родилась Дочка Можешь Слайды Сейчас Мы Слайды Будем Переключать Вот Мы Назвали Ее Виктория Вот Я С детства Нигде Не была Сама Нигде Не путешествовала Самое Место Где Я Жила Это Только Моя Деревня До 17 Лет Я Жила Там Практически Я Никуда Не Выезжала Только В Город Чебоксары Вот И Родилась Такая Мечта Глядя На Наших Лидеров Которые Нам Показывают Пример Путешествия Семьями Большое Спасибо Каждому Кто Своим Не знаю Бытием Своими Соцсетями В основном Это сейчас И на мероприятиях Рассказывают И показывают Где можно быть Как можно жить Вообще Это очень Ценно И мы Начали Обожать Путешествовать С семьей Сначала Это были Наши Юга Потом Мы начали Покорять За границу И вот В этом году Мы поехали Январь Февраль Жить На остров Самуи В Таиланд И пожили И пожили Помимо всех Красот Которые мы увидели О которых Обязательно Ирма Расскажет Я хочу сказать Семья Друзья Что семьей Путешествовать Это не вдвоем И это По ощущениям И это По финансам Тоже Кстати Поделюсь До этого Мы ездили Буквально Летом У нас была Турция В 17-м году И сразу В январе Мы уехали В свое второе Семейное путешествие Семью Это было Сумуи Остров Сумуи Между прочим Просто озвучу Ценек Потому что Это Арифейм Дает Эти возможности На нас На всю семью Съездит на остров Сумуи Вся эта поездка На месяц Вышла В 300 тысяч рублей Друзья Вот вдумайтесь 300 тысяч Я раньше в год Зарабатывал 200 тысяч Друзья Благодаря Арифейм Появилась возможность Семью Вот так вот Легко свозить И погреться На солнышко Притом Это январь Месяц Вот вы видите Я держу Младшего сына На руках Да То есть Ему Два с половиной года На тот момент Было Сейчас три Исполнилось И вот Он греется На солнце Да Это конечно Непередаваемые Фрукты Просто Вот Это сок Течет И просто Вот все Знаете Я никогда Таких вкусных Ананасов Манго Папайи Там Драконьего Глаза Маракуйи Я даже Название Не слышала Настолько Скоро Вот Столько мы там Фруктов Перепробовали И так Выпало Что мы Подгадали Чтобы это был Февраль В феврале В феврале Мое день рождения Так как Я всю жизнь 30 лет Подряд Праздновала Своё день рождения Зимой У меня была мечта Отметить его Летом И моя мечта Сбылась И вот Мы с ребятами Это семья Родионовых Гифнидер Мы вместе Поплыли На необитаемый Остров Представляете Это вот Я сейчас Рассказываю Просто Сказка И это действительно Те виды Которые вы видите Сейчас на фотографии Это есть В мире Вообще И Такого цвета Море Существует Это вообще Круто Красиво Дети Были в восторге Всё что они Вот Я не знаю Они до сих пор Вспоминают Мы потом Приехали с Таиланда Они запаковывали Чемоданы И говорили Что мы едем Обратно Вот Это конечно Очень ценно И дорого Вот эти вот Моменты Счастья Мы там же Отметили День влюблённых 14 февраля Мужчины нам Организовали Прекрасный вечер Романтический Романтический В таком Просто потрясающем Ресторане С таким меню При свечах Это было Очень красиво Мы Такие сова Друзья Как Манго Папайя Что там ещё ели Маракуйя Маракуйя Я узнал Наверное Только в 33 года Друзья Когда приехал в Таиланд У меня сейчас Дети бегают Ом Маракуйя Папайя Там Да Мы такие слова Не слышали Круто Друзья Да Настолько Знаете Вот мы всё-таки Придерживаемся Сирмой Того принципа Да Почему мы С семьёй Путешествуем Я вам объясню Потому что Мы всё-таки В такой позиции Сирмы Держимся Что путешествие Поднимает планку Если люди Не путешествуют Они так или иначе Всё равно Закопаются Потом В своём стиле жизни В своём образе жизни И найдут Причины Почему они живут Круто на своём уровне Они не будут Развиваться Друзья Да Поэтому надо Путешествовать И эти путешествия Детям Планку Будут тоже Задирать Друзья Я вот уверен На сто процентов Да Вот Закаты Рассветы На Самуи Просто прекрасны Я поняла Что Вот Жить на острове Это моё Вот это вот Прямо моё Мне больше Вот наверное Ничего Это вот Глобальное Масштабное Это вот Внутри души Наверное Живёт Вот это вот Жить на острове Это круто Вообще Вот наверное Фотография Влада Сейчас передаёт Да Вот эти вот эмоции Вот это тоже Вот это Это прямо с дерева Кокос сорвал И пил Эту кокосовую воду Представляете Вот это всё Прямо с дерева Вот ты лежишь там Да И над тобой кокосы Ты срываешь И пьёшь Вот эту вот воду Вообще Сказка Мы Вот Младшего поставили Брониславу Вообще Очень Идёт море Вообще Счастливый человек Он не вылезал Из воды Это Надо было Видеть Вообще Как ребёнок Просто Я не знаю Вот Ему надо бассейн Море Бултыхаться Он не вылезая Просто Кайфовал человек Вот просто Кайфовал В следующем году В январе месяце Хотим Вот ребята Да Семья Родионовых Тоже приглашала Думаем на поездку На остров Бали Вот прикиньте Вот просто На секундочку Да Вот Девять лет назад Вообще Никогда не был Тут всей семьёй Уже рассматриваешь Такие страны Экзотические Которые Конечно Вообще Никогда не представлял Себе однозначно Да Вот по поводу Детей тоже Небольшую мысль Хочу сказать После того Как я родила ребёнка Мне мой наставник Подарила вот эту Замечательную книгу Анатолия Некрасова Пута материнской любви Вот Он конечно Классные мысли Там много мыслей Написал Рекомендую Каждой маме Почитать Потому что Вот ставит на место Прямо Вот знаете Вот ставит на место Ребёнок Это не твоя собственность Не надо над ним носиться Как курица На сетке Там да То есть Мой ребёнок Лишь бы пылинку Там сдуть И всё Это как бы Цель воспитания ребёнка Воспитать Самостоятельную личность Чтобы он без вас В этом мире Смог жить И быть успешным И быть Самодостаточным Да И развивать Вот его дальше И так как В моём может быть Детстве Этого развития Мне не хватало Хотя я очень хотела То есть То детей мы начали Очень рано развивать Вводить на разные Кружки и секции Да Там ребёнок В три года У нас уже ходил На танцы Через полгода Уже выступала на сцене В четыре года Мы отправили ребёнка На коньки Потому что На фигурное катание Потому что Она сама хотела Она целый год Нам говорила Я хочу встать на коньки Я хочу на коньки И в итоге Папа её на Новый год Повёл Увидел объявление О секции Фигурного катания И всё Пять месяцев тренировок И среди пятнадцати девочек В Казани На соревнования Мы поехали Она заняла тогда Второе место Вот Здесь хочу сказать Спорт Это очень Физически Сложно Трудно Здесь надо работать Прямо Здесь не получится Просто Ну и везде Нигде не получится Но Это очень большой труд Вот у нас Свекуля Она встаёт В пять утра Естественно Я встаю По будильнику В пять Бужу её Иногда это просто Ну невероятно Вообще Вот даже наблюдать За ребёнком Она спит Она не может Проснуться Но тебе надо На тренировку Её вести В пять утра Вот И ты её будешь Там Я не знаю Иногда массажи Ей придумываешь Иногда говоришь Там Вставай Там Чемпионка Там Вставай Юная фигуристка Или вставай Там Мэри Поппинс Она сейчас танцует Под эту песню Её что-то вдохновляет Она встаёт Представляете И вот так вот Мы уже живём В таком режиме Вот с четырёх лет Сейчас ей семь лет Исполнится Через два дня И вот 9 мая В этом году На День Победы Она у нас принесла Золотую медаль Заняла первое место Вот Случайно ли тоже это Да Так же как в нашем бизнесе Наверное Успех Это не случайность Это Три часа тренировок В день Девятнадцать с половиной Часов в неделю Семьдесят восемь Часов в месяц Шестьдесят пятьдесят два Часа ежедневных тренировок С сентября Прошлого года Это у нас такой режим И график Да Вот Мы ездим на сборы Спортивные То есть мы развиваемся Сами И не позволим Остановиться Рядом с собой Ни одному человеку Тем более детям Тем более своим детям Да Без всякой жалости Без всякой жалости Жалость порождает бедность Я услышала эту фразу От наших наставников Натальи Эдуарда Васильевых Она вот прям вот живёт здесь Не надо жалеть Ни себя Ни своих детей Все бедные люди жалеют Друзья Все жалеют Понимаете Когда начали ходить в школу Родители спрашивают Там кто чем где занимается Фигурно А сколько встаёте В пять В пять Ой девочка бедненькая Я говорю не бедненькая Однажды меня остановил Остановил полицейский Когда я просто с утра Как бы да Вот представьте В пять тридцать утра Мамаша везёт ребёнка На тренировку И он остановил И говорит Куда Права Документы Я говорю Мы на тренировку Не может быть Я говорю Ну вот посмотрите Ребёнок одет Осталось только коньки одеть Он говорит Вы сумасшедшая мамаша Вы не даёте ребёнку спать Я говорю Ну это ваше мнение Просто вот знаете С улыбкой Вот Это мнение его Его мнение приводит К его жизненной позиции Его как бы результатам Моё мнение Наше мнение То есть приводит К нашим жизненным результатам График наш примерно выглядит так В пять часов Часов подъём На фигурное мы едем В восемь часов Развозим детей По садикам Школам С восьми до девяти Это завтрак Все дела По бизнесу Телефонные звонки Презентация Живые презентации По скайпу Там Пятиминутки Ответы в чатах На вопросы Это с девяти часов Всё начинает С девяти часов Да Вот Потом начинается С шестнадцати Примерно до восемнадцати Тренировка У дочки вечерняя Тут и в садик пора Да То есть мы делимся Мы между собой договариваемся Очень важно Если вы хотите С семьёй Вместе с мужем С женой работать Важно договариваться Между собой Да Вот И всё можно успевать Всё можно успевать Я вам хочу сказать так Знаете как всё успевать Ответьте себе На самый главный вопрос Что для тебя Сейчас самое важное В жизни Всё точка Понимаете Всё точка Что для тебя Сейчас самое главное В жизни И важно иметь помощников Ребят Не надо всё брать на себя Очень важно Если вы в бизнес пришли Не надо тащить на себе Всех троих детей Четверых Пятерых Ещё и мужа Может быть Да То есть там И всех собак И кошек У вас должны быть помощники Будьте организаторами Договоритесь с сестрой Вот мы сейчас На время этого вебинара Договорились с тётей Она пошла с детьми Прыгать в батутный центр Вот Почему нет Надо уметь Просто это Организовать Если вы хотите Стать бриллиантовыми Директорами Без организаторских Способностей Вы не станете Поэтому делегируйте Посмотрим Что у нас на слайде Дальнейшем Здесь Нам вручают Чек Вы видите Да То есть Очень большой чек 4 тысячи долларов Следом Мы сразу закрыли Бриллианты Получили 6 тысяч долларов И на сцене Вы видите Нашу дочку Вот сейчас Влад переключил Она вышла с нами Мы почему Ее с собой взяли Сейчас как раз Вот покажем Ее поздравляем Нет К сожалению Почему-то не поставил Вот я поискал Сейчас поэтому Потому что Она делала этот результат Вместе с нами Мы ее брали с собой И в офис И на промостойку работать И в регионы Мы ведь Очень много регионов Объездили С двух месяцев Она везде с нами По регионам Даже с месяца Мы ездили в цивили Ильск Влад оставался С ней в машине Я шла в больницу Рекрутировать И вот так Разными путями Регионы развивали Конечно Очень большую роль В развитии Играет окружение Ребят Окружайте себя Сильными Почему этот вебинар Один из самых Мощных Классных Будет В вашем развитии Потому что Здесь вы Чувствуете сейчас Какая энергетика Она зашкаливает Потому что Собрались лучшие Собрались голодные Собрались те Которым Не по барабану И вот Очень важно По жизни Окружать себя Такими людьми И я очень благодарю Каждого Кто сегодня здесь Вы молодцы Мы с Владом Желаем вам Бриллиантовых достижений Исполнительных 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 Добрый вечер Добрый вечер Нас слышно Тем, кто успел Зайти Тем, которые Еще в онлайн Трансляция Тысячи человек Я второй раз В жизни выступаю На такую большую Аудиторию В вебинарной комнате Онлайн, да? Эй, люди Нас слышно? О, 10 Мусульман Спасибо Добрый вечер Спасибо Такие интересные Выступления Я недавно Приехал Из офиса Нашего Проводил презентацию Девушки Вчера с ней Только познакомились Много вопросов Про то, как вы Рекрутируете Помогаем родителям Делать ремонт И заехал Заказал Ну, в общем Новые металлопластиковые Окна Там и так далее И разговорились С девочкой Которая, ну, собственно Сидит в этом офисе О том, о сем Я говорю Слушайте, как вы Классно общаетесь С клиентами А у меня к вам Есть деловое предложение У нас с женой Бизнес Мы сейчас активно Работаем Интернет-магазин Шведский Довольно известный бренд Вообще, вам интересно Вот рассматривать Какие-то предложения Деловые Она говорит Ну, может быть А что подробнее О, отлично Давайте увидимся Все расскажу Причем, такие презентации С глазу на глаз У нас бывают Ну, наверное Несколько раз в неделю Всего лишь Да, сейчас Раньше были с утра до вечера Сейчас их мало А с утра до вечера Сейчас Это по телефону То есть, просто Когда мы можем Ну, скажем Звонить Или голосовыми Да, вот так разговаривать И она мне сегодня Говорит На вопрос Как ты поняла За что нам Эрифлейм платит Такие деньги Да, дарит машины Эти путешествия Чеки Она говорит За рекомендации То есть, очень верно Все поняла И вот сейчас Послушал Джесс Пикеров Я сразу пошел Тоже этот спрей Короче А где пшикать Я только не понял В какое место Наносить Не знаешь Вообще Для сна Я так поняла В глаза Это тоже важно Правильно Применять Кому Наносить Вот на подушку Детям Давай еще немножко Про бизнес поговорим Может ребятам Это будет интересно Мы пришли в Эрифлейм Студентами Галя была 17 лет Мне 19 Я сейчас расскажу вещи Которые даже Галя не знает Смотрите Исторический момент Вы впервые в жизни Даже наша команда Не видела Это первый каталог Мой в Эрифлейм Вот здесь Гоглов 176 личных баллов И 405 групповых Красавчик 3% Первый каталог 5 регистраций Заметь Четверо из них Рекурсы С заказами Супер положено Да Следующий каталог Это был лето Июль Следующий каталог Выпадает на август Внимание Это даже лидеры нашей команды Не видели Август видите Август Здесь уже людей больше Есть как всегда Пустые точечки Раза 4 5 6 7 8 Больше 10 человек Разместили заказы И это уже Почти 1300 групповых 215 личных баллов И уровень 9% Кстати Из тех Пяти Первых Кого я позвал Четверо Стали приглашать Людей Стали продолжать Развитие Прошли годы Ребята Прошли годы Если быть точным 17 лет Да Вот мы не первые В Арифлейм Но в то же время Не первый день Из тех Пяти У Двоих У двоих Пошла работать Ну глубина Друзья Друзья Лидеры нашлись Там К сожалению Через время Эти люди бросили Арифлейм Ну либо являются Сейчас потребителями Но Из первых Пяти В первый каталог Да Двое Через время Вышли Там Драгоценные Директора И вот Если бы Вы меня Спросили Сергей А в первый Месяц Можно много Заработать Ну да У нас В команде Есть женщина Которая В первый каталог Открыла Квалификацию Директора И заработала 53 тысячи Рублей С нуля Это в декрете С двумя Детьми А вот У меня Там Посчитано Тысяча С чем Тысяча 158 Рублей Но Это Не совсем Все деньги Ведь Если посчитать За 17 лет Вот Из пяти Приглашенных Двое Стали развивать Бизнес Сколько Мы Миллионов Заработали За работу Которую Проделали В первый Каталог Друзья Пример Понятен Вот Вы Сейчас Возможно Считаете Свои доходы За каталог Да Или Как Влад Считал За год У него 200 тысяч Да А у будущей Жены Уже был Больше Миллиона Годовой Но Возможно Вы даже Не подозреваете Как много Вы заработаете За ту работу Которую Сейчас В октябре Сделали Ну И это Не все Третий Каталог Это Сентябрь Уже Инфлист На Два Листа И Здесь И Здесь Та Там После Двух Месяцев Сопротивлений Будущая Жена Галина Пришла В Арифлейн Галина Я тебя Поздравляю А в первый Каталог Ты Кюшечка У меня Была Кюшка Нет Не у меня Она Подписалась Под подружку На главном Втором Равне Смотри Я отомстила 470 Личных Баллов И 510 Групповых Ты тоже Трехпроцентница Удовлетворительница А по сегодняшнему Маркетинплану Я была В шести Ну Да Хорошо Но И тут у тебя Кстати не одна Как ты говоришь Всем А две регистрации Это тоже интересно Даже две регистрации Да Давай дальше Вообще Сегодня надо больше Про семью говорить Ну вот так Пришло время Тебе узнать правду Через семья О нашем бизнесе Говорю Спасибо за выступление А еще у меня есть Каталог Который Когда-то Попал мне в руки Лично я Тогда Даже не знал Про Арифлейн Это 97-98 Год Каталог Осень-зима Здесь много Интересных Предложений Но как-нибудь Перевстречу Вам покажу Раритет Да Вот В нашем новом доме Займет почетное место В кабинете В библиотеке Ну давай Чуть-чуть Про Арифлейн Поговори Ты Я поговорю Про Арифлейн Я про все хочу поговорить Ну во-первых Многие спрашивают Легко ли Вообще Присоединиться Или как сказать Почему я Присоединилась Почему я Два месяца Не присоединялась Потому что Скажу сразу Мне Арифлейн Мне нравился По многим показателям Во-первых Мне не нравилось Бегать с каталогом Я себя не видела Никак Во-вторых Мне не нравилось То что мой парень Бегает с каталогом Говорит что это Там какие-то встречи Что-то Куда-то Кого-то В общем Я такая была Противница Если у вас есть Среди ваших Знакомых Те люди Которые Никогда Они так говорят По крайней мере Никогда не придут В Арифлейн Не верьте им А просто возьмите Их с собой Везде возите Вот так поступил Со мной Сергей Он сказал Что мне очень важно Чтобы ты была Со мной рядом И я Не хотя Но по любви По большой любви Ходила везде С Сергеем И слушала Наших наставников О компании Арифлейн Кто как зарабатывает Вот так я наслушалась Просолилась Как многие говорят Да и сегодня Я не представляю Вообще Свою жизнь Без Арифлейн Я же говорил Ты долго рассказываешь историю Давай поговорим Давай поговорим О сегодня Да Как сейчас мы приглашаем людей Откуда у нас лидеры В октябре И вообще за последний год Два По-прежнему Есть среди них Те с кем мы знакомы Давно С детства И есть те с кем Познакомилась Например Галя В социальных сетях Да По сути это холодный контакт Да Свет Да У нас Немножко наоборот Я первым пришел Мы неандартные Меня малознакомая девочка Позвала Студентка тоже Позвала На встречу И сказала Что день Ну привет Слушай как дела Там деньги нужны Да все Пойдем Вот по большому счету Сегодня тоже можно приглашать Хоть на презентации Голосом По телефону Онлайн Не знаю как хочешь Но приглашать Можно так же Да На заработок Понимаете Ну что сегодня Ну если это незнакомые люди Ставим лайки Какие-то коменты Позитивные Начинаем разговаривать О том О сем Про жизнь Ну а потом Переходим к работе Ну даже сейчас Я предыдущих спикеров Снимала в прямом эфире Инстаграм И человек Мне в комментариях пишет А как подписаться В Арифлейм Нифига себе Ты везучая У меня Последний раз Вчера или позавчера Тоже так Кто-то написал Я пользуюсь всеми возможностями Это не каждый день Сейчас вообще волна Сейчас то время Когда надо Быстро Как говорят Срывообразно Наращивать организацию Зарабатывать деньги В Арифлейм Вот сразу И много Хотя Философия наша какая Мы зовем не на быстрые деньги А на большие деньги И мы не приглашаем людей Ничего не делать Мы приглашаем Много зарабатывать А сейчас время Когда это все Можно сделать Вот сжато В короткий срок Но судите сами Больше 20 лет Арифлейм отработал В России У нас база Активных консультантов Около 500 тысяч человек Но только за последние Три недели Мы новых позвали Более 115 тысяч человек В России То есть сейчас Время Когда можно За каталог Открывать директора С нуля Когда ты менеджер Можешь сейчас За этот каталог Сделать Не директора А например Старшего Или золотого Ну скажите Понятно да В общем Время быстрого роста Сейчас Вот 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 Прям сегодня И пожалуйста Если вы Развивались гармонично И имеете цели Относительно Семьи Относительно Бизнеса Здоровья И может быть Духовного Личностного развития Да Хобби у вас Сейчас Есть смысл На какой-то Определенный Срок Ну Понятно да Пусть это все Будет в вашей жизни Но немножко Больше Сфокусироваться На ваше Новое звание В Арифлейм Хорошо Посмотрите Где можно Вот Немножко Добавить На Арифлейм Хорошо Вознаградиться Сейчас КПД Высокий Ну Для нас Важно Какие методы Вы используете Да я тебе говорю В соцсетях Знакомимся с людьми Приглашаем На улицах В социальных сетях Во всех В такси едешь Разговоришься В ресторане В самолете В очереди Постоянно да На кружках детей И так далее Везде То есть Когда-то давно Писали статью Про нас И задавали вопрос Надо было отвечать на них И один из вопросов был Типа Где вы берете людей Ну как где Да Вот в потоке Они кругом Но я сообразил Такой тогда Пример что Мы знакомимся Со всеми Кто попадает В радиус Нашего общения Ну в соцсетях Это знаешь Кто-то тебе лайк поставил Кто-то зашел на страничку В гости Ну в разных соцсетях Там можно по-разному Отследить активность Да кто-то коммент написал Там Ну не знаю Оценки Что там И то же самое Да Когда мы где-то В людях находимся Рядом с нами Всегда кто-то есть Ну например Сейчас я изучаю Английский язык Хожу туда Там тоже ребята Есть группа Да Вот вы слышали Заказываем там Какие-то металлопластиковые окна Новые Там тоже работают люди Вы организуете мероприятие Детское Да Есть аниматоры Которых вы позвали Там администратор Этого какого-то Какого-то кафе Кругом люди Просто раньше мы говорили Здрасте Там спасибо До свидания Сейчас мы говорим Слушай давай меняемся Телефон У меня к тебе Деловое предложение Ну или Давай в соцсетях Добавимся К друг другу Подпишемся У меня к тебе Есть деловое предложение В принципе Все просто Люди Кругом Надо только звать Суди сама В мире Три с лишним миллиона В Арифлейм А живет Более 7 миллиардов Это значит 6 миллиардов 997 миллионов Жителей мира Не в Арифлейм Надо звать Но даже если они В каких-то Пойдемте звать В других компаниях Как там Все остальные Другие компании Знаете да Это кузница кадров Для Арифлейм Мы в Риме Несколько раз Уже были с Арифлейм Мы знаем Все пути ведут В Арифлейм Это факт Это точно Я вот думаю Книгу написать Знаешь какую Как делать Новые звания В Арифлейм Через 15 лет В бизнесе Ну потому что Согласитесь Когда ты только Начинаешь У тебя есть Ну наверное Много целей Мечтаний Да может быть Лучшая машина Лучший отдых Как рассказывали Сейчас ребята Лучшая недвижимость Ну а теперь Представь Когда ты мечтал И у тебя давно Все есть И коммерческая Жилая недвижимость И каждый Не то что каждый год Каждый месяц Вы с детьми Выезжаете отдыхать То на море То в горы Да Причем Несколько раз в год Ирифлейм Возит За их счет Блин Ну и как бы Вот ты уже Такой сидишь И думаешь Вообще Чуть еще надо Ну реально Жизнь удалась Вот мне кажется Самое сложное Мотивировать себя Это бриллиантовым Сейчас Кукушевых Послушаем Исполнительным Директорам Да То есть Например Ну чем интересны Все сегодняшние Спикеры Они сегодня Работают Несмотря на их Реально огромные Успехи Несмотря на то Что Ну минимум Те кто выступали Сегодня Зарабатывают В месяц Там 300 тысяч рублей Да А есть такие Кто в этом году Уже перешагнул Миллион за месяц Понимаете И я знаю И я знаю таких Которые живут В маленьком Городе Кропоткин Краснодарского края То есть Ребята Люди зарабатывают И в Москве Да И в маленьких Городках Это же интересно Настя Когда следующее Звание Смотри Старший бриллиантов 8 групп Когда 10 групп Будет следующее Звание Потом Когда 12 Еще следующее Понятно Владимир По моему Вы ошиблись Еще меньше Наверное Жителей земли Ну что мы любим Из Арифлейн Да Я обожаю Витамины Вообще Перестали болеть Волосы, ногти, кожу Это заметно На свои покажи Кто подумает Что я твои пью У меня тоже свои есть Нет Ты иногда мои пьешь Конечно Не рассказывай Есть еще детская серия Да Есть детские витаминки Детская омега Все наши трое детей Конечно Давно пьют ежедневно И омегу и витаминки Мы видим результаты У себя И у них По иммунитету То есть Редко-редко Чтобы какая-то болезнь Такой в легкой форме Знаете Какая-то простудная И нам это нравится Блин Расскажите режим дня Про детей Режим дня Это Постоянно в движухе Новый дом Такой как мы мечтали 245 квадратов 245 квадратов С зелеными лужайками Там детскими качелями Воротами на пультике Заехал У меня мечта была Чтобы подъезжаешь И не раз Частично панорамными окнами Огромным кабинетом Огромной кухней Тремя спальнями Что у нас тут еще есть А у нас есть и душевая кабинка В общем знаете Вот все как мы мечтали Все это уже есть Но теперь мы мечтаем О каких-то новых достижениях О новых целях Да Честно сегодня у нас Вот такая тема Ну как бы нам надо Про себя Про семью рассказать А очень хочется Говорить о людях Потому что Все результаты Все большие результаты Делаются большой командой И я считаю что Вот такая сильная команда В Эрифлейм Возможно знаете Только благодаря сильным лидерам Ну давай поговори Зеваешь сидишь Я не зеваю А что ты делаешь Расскажи Как ты две машины От Эрифлейм получила Ну получила и получила Давай поговорим Про те вопросы Которые задают люди Все-таки На режим дня Режим дня Сергей сказал Что он уже быстрый Но очень важно Когда вы пишете Свой режим дня Потому что невозможно Если вы не запланируете То ничего не успеете Мне очень понравилось Задавали вопрос Если вам кажется Что вы ничего не успеваете Что нужно сделать Ну и какая-то мудрая женщина Ответила Мама трех детей Родить еще Да Тогда вы точно поймете Что в общем-то До этого вы все успевали Все было хорошо Обязательно Обязательно режим дня Писать Мне удобно Когда я пишу на неделю Конечно есть расписанные И на год И на несколько десятилетий Но на неделю То есть ежедневник есть Где на неделю все расписано В первую очередь Я расписываю все дела детей От кружков, школ Отвести, довести, привести, забрать Потом я расписываю Все, что связано с моим бизнесом У меня есть три подхода Я это называю Когда я занимаюсь своим бизнесом Утром, в обед и вечером Утром я рекрутирую В обед я провожу Успешные старты Либо звонки Созвоны Вечером тоже у меня Либо звонки Созвоны Либо у меня рекрутинг Здесь уже Здесь уже Как я выбираю Ну и все оставшееся время У меня развитие себя Поддержание здоровья мужа Поддержание развития мужа Да, и конечно же Это приготовление пищи В общем и все От каких-то домашних обязанностей Я себя освободила Есть очень хорошая девушка Которая приходит нам помогать Оказывается это так удобно Когда за тебя убирают в доме И освобождается время Да и вообще сейчас много эти И стиральные машинки И сушилки И посудомойки То есть много таких вещей Если у вас их пока нет Ну поработайте в Reflame Хорошо сейчас ноябрь-декабрь Купите себя Побалуйте себя Заработайте на эти вещи Что-то другое хотел А, ладно Я тогда другой секрет вам раскрою Если вдруг навалилась Грусть, печаль Депрессия Да Вот все плохо Все не так Как я хотела Но почему Наши наставники говорят Заведите себе козла Не третьего ребенка Козла Я сначала не понял Говорю в смысле козла Ну реально Говорит Прикинь Вот им кажется Что у них все так плохо Блин Говорит Ну заведите козла И тогда вы поймете Он ночью будет там Будить вас Он гадить везде будет От него вот шерсть будет Мусор какой Да И вы поймете Как вам классно жилось Еще недавно Да До того как вы его завезли, что за танец, дети приходят в гости. Да, Катя, у вас виснет, у нас все отлично, вот, ну, если говорить о семье, понятно, наше большое достижение, это наше хорошее отношение, это трое детей, если говорить о бизнесе, я уже сказал, это команда, в которые подбираются, на мой взгляд, какие-то особенные, исключительные люди, каждый из них в чем-то силен, они все развиваются, совершенствуются, и я считаю, это очень важно, да, они сегодня лучше, чем вчера, и с такими, как они, мы не боимся кризисов, мы не боимся каких-то конкурентов, понимаете, то есть, ну, скажем, есть люди, на которых всегда можно опереться, которые не побегут налево, там, в кусты, да, а, как говорится, вот, плечом к плечу вместе с тобой будут делать еще шаг, еще шаг, еще шаг, и вот это, как связь Оле зависла. Оля, вот мы стараемся гармонично, помнишь, идти хотя бы в четырех направлениях, так, чтобы ни от чего не отказываться. Ну, бывают моменты, как сейчас, когда живи на драйве, да, есть смысл немножко в сторону бизнеса перекос сделать такой, в моноцель, понимаешь, чуть-чуть усилится здесь, и потом снова более гармоничное развитие. Ну, от чего, от чего я... Я не пойму. Ну, она имеет в виду, что вы, наверное, вот бросили детей в детский дом, отправили, и днем и ночью рекрутируют. Нет, у нас нет такого. Нет, такого нет. Может быть, и ложимся позже спать. В бизнесе я хотел сказать, да, что это не машина, не недвижимость, там, не более 30 стран мира, которые объездили. А знаешь что? Это вот Нобелевский зал. Встреча с королевой Швецией. Это, конечно, такие вещи, которые, блин, за деньги не купши, в других компаниях я не встречал. Ребята, если вы будете активны, если вы будете превосходить себя, а вы можете больше, это факт, меняйтесь и делайте еще больше, еще больше. Да, мы сейчас на одном номере объединились уже давно, когда поженились. Но можно и на двух, не суть, не важно. Короче, в Арифлейме есть ценности дороже денег. В Арифлейме есть результаты, которые вы можете сделать и даже сегодня не догадываться о них. Вот сейчас будут выступать Кукушевы, они много лет, зимой и летом сидели на одном уровне, придурялись, понимаете? А сейчас показали, на что способны третий результат России. Наверняка. Чего они учились, все умели, я знаю. Копили. Но в любом случае, да, то есть важно принять решение, как они, да. И вот люди начали делать, 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 и посмотри, что творят. Вот мы тоже так хотим. И я думаю, научимся, будем еще учиться и делать. Три вещи, которые важны на начальных этапах. Научись и приглашай. Когда говорят, а сколько звать, а сколько ты можешь сегодня? Этим вечером одного можешь позвать, деньги зарабатывать? Можешь. А может пятерых перед сном? А может десять? А можешь сто позвать? Но не сегодня, а в ближайшие дни. Ну делай это, делай, чем больше, тем лучше. Как говорила Татьяна Анатольевна Тарасова, делай максимум с того, что можешь, а дальше будь, что будет. Второе, пользуйся продуктом, научись легко делать 150 баллов. И у тебя должна быть технология. Кто-то приходит с деньгами в Эрифлейм, они просто покупают велнос, косметику себе, детям на 150 баллов. Но для кого-то это проблема, вот было так со мной. И мои наставники мне дали технологию, как собрать заказ. И я легко делал и 200, и 500 баллов, понимаете? Меня научили. Кто-то пишет, Лена пишет, да не идут они новых, зови. Но эти не идут других, зови. Знаешь анекдот? Цыган с цыганкой сидят, так на крылечке, а здесь во дворе грязь, дети такие грязные. Он говорит, ну что этих отмоем или новых нарожаем? Лена, ну если этих не идут, хочешь их еще раз зови, хочешь новых. А может и к ним возвращайся каждые полгода год. И новых. Людей много, Лена. В России более 145 миллионов не в Эрифлейм. Чего ты на этих зациклилась? Других нет что ли? Это ты знаешь, ты как эта женщина, которая сидит и вот, вы знаете этот анекдот, да? Когда девочка в песочнице играет, и тут женщина подходит, ну такая вроде молодая, в расцвете сил, лет 40, садится и плачет, рыдает. Девочка говорит, тетенька, что случилось? Почему плачете? Ой, девочка, вот мне уже 40 лет, замуж никто не берет. А девочка искренне спрашивает, тетенька, а вы у всех уже спрашивали? Друзья, вот когда мне говорят, не идут, а ты у всех, кто у тебя в телефоне спросила? А ты всем провела презентацию, кто у тебя в соцсетях в этих друзьях подписчиков? Ну нет же, ну че, нет же, ну че ты, ты знаешь как, меня можешь обмануть, себя ты не обманешь, блин. Просто делай это, делай. Ребята, этот бизнес, да, он как смыслов создания организации, но об этом подробнее расскажет семья Кукушовой. Да, бывает чувство усталости, бывает, что что-то не так, сделай выходной, найди моменты, которые тебя перезагружают. Меня вода, например, кого-то может быть маникюр, кому-то какая-то покупка, кому-то погулять, да, в парке. Кому-то танцы, кому-то спеть. Найди то, что тебя восстанавливает. Кому-то пофотографировать, я не знаю. Ну, еще раз, найди то, что тебе дает энергию. И если нужен допинг, пользуйся. В конце концов, помню, что энергии, хорошее настроение это еще и питание, да, wellness, bio, Reflame, каждый день. Все, ребята, всем роста, развития. Как говорит Магнус Брэнстром, президент Reflame, этот бизнес простой, но нелегкий, да, и здесь не надо лопатой работать, здесь надо головой работать, а значит, постоянно вебинары, семинары, книги. Я верю, все у вас получится. И до встречи на конференциях о Reflame. Да, да, нет, до встречи. Завтра, мы завтра с вами еще увидимся. Все, передаю слово Ольге Виктору Кукушевым. Видно? Я так смотрю, у нас очень хорошо видно. Я думаю, ничуть не хуже слышно, да? Всем привет! Серега, я прям хотел, вот знаешь, слайды тебе скинуть наши, я думаю, ты бы за нас вообще все прекрасно рассказал. Спасибо семье Гоглоевых за такое представление нас. Промоушен. Промоушен. Спасибо всем ребятам, кто выступили. Мы рады сегодня зафиналивать наш потрясающий вебинар. Я думаю, что подобные вебинары, ну, что-то похожее в разных тематиках. Мы будем практиковать. Идея очень классная. Мы не ожидали, что такой аншлаг, ажиотаж будет у людей. Более тысячи человек пытаются пробиться в комнату, и не всем удается. И это очень круто. Ребят, начнем с себя, да, с нашей истории. Вы видите нашу семью, нашу детскую комнату, которую недавно мы отстроили. У мальчишек теперь есть свое собственное пространство в морском стиле. Но так было не всегда. Многие смотрят на лидеров, да, и кажется, что... Вот я раньше подходила к Гоглоеву, думала, боже мой, какой он крутой, как он круто разговаривает. Вообще вот прям вот... А сейчас что, уже металл? Ну, тогда мне казалось, что он вообще недостижимая звезда, да, такая прям... Помню, что приехал как-то со школы Актива, которая, кстати, будет в этом году, и вы много лидеров можете увидеть за 22 по 24 ноября в Москве. Так вот, Витя приехал со школы Актива, рассказывал, как он познакомился с Робертом Шримарданом. У него такой крутой кожаный портфель, у него такие визитки классные, так он круто говорит. Витя рассказывал. Да, я пошел на следующий день, кажется, уже заказал такие же визитки. Да, 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 да. История успеха наша. Изначально пришла в Reflame я, как и Ирма, в 19 лет, как и Оля Шримарданова. В 19 лет будучи студенткой, могу сказать, что было очень непростое детство, мама заболела, когда я была в пятом классе. В ВУЗ я поступила с огромным рвением, потому что понимала, что это мой шанс вырваться из той жизни, которая была. Мама воспитывала одна, брат содержал, да. Ну, что-то бы нет. Сразу в Reflame пошла бы и все. И поступив на дневной факультет, без всякого блата, в два ВУЗа одновременно поступила, на первом курсе пошла работать на завод с лесарем, сборщиком металлосборочных конструкций. Естественно, работа мне не нравилась, я молодая девчонка, и ходить с грязными руками с лесарем прикольно, наверное, да, вот, и когда меня позвали в Reflame, могу сказать, что я зацепилась за эту возможность, как за последний шанс в своей жизни, потому что увидела карьерную лестницу и уровень директора. Директор мне показалось, что тысячу долларов это вообще решит все мои проблемы, но я настолько хотела эту цель, что она для меня была такой, знаете, непостижимой, что ли, что 4 года мне понадобилось, чтобы... Сейчас я быстро сделаю... Да, мы сейчас наушник решим. Давай, ты говори пока что. Да, вот. Из-за меня начнешь расцепиться. И получается, что вместе с Reflame я росла как личность. Я была очень закомплексованная, мне казалось, что если я плодовой подойду на улице к человеку, спрошу, сколько времени, мне скажут, что спрашиваешь, часы купи себе, да? То есть мне все время казалось. Меня пригласили по теплому рынку, я тогда встречалась с молодым человеком, и он меня позвал на встречу по бизнесу, сказал, пошли, денег там можно заработать. И меня познакомили с его наставником, которая впоследствии, я считаю ее третьей мамой, Заиры Качашвили, которая сейчас тренировалась и зарегистрировалась к нам в команду. Она директором потом стала, и мы вместе росли, которая меня просто как вот своего ребенка взрастила. Да, мы из Саратова. Ну, я училась какое-то время в другом городе, в Камышевне, а потом, получается, переехала обратно в Саратов. Вот. И с Reflame, конечно, очень много. Я помню своего астмана, сейчас наш астм, я тогда на нее смотрела, она приезжала в красивом костюме, ухоженная такая, знаете, казалось мне, что она какая-то вообще невероятная, неземная, потрясающе выглядит, очень хорошо за собой ухаживает. И как будто сейчас вне времени она практически не меняется, хотя у нее трое детей. Нет, не в бизнесе, нет, не в бизнесе. Ну, нормально, почему бы, да? Он быстро бросил, а я осталась. Бизнес-то не получается у кого? У тех, кто бросает, у остальных у всех получается. С Витей мы познакомились в 2006 году на лавочке городского парка, и тогда я ему сказала гордо, что я тебе сказала. Да, теперь про меня. Мы познакомились, когда с Ольгой, она была уже менеджер в компании Reflame. 15%. 15%. Так она мне и сказала. Я менеджер косметической компании. Прям, знаете, вот как будто бы она вот сейчас выступает на Махате, и у нее вот главная роль. Вот так она мне сказала. Я так подумал, ну все, значит, косметику больше мне не надо домой покупать, потому что она будет с работы носить. Так я воспринимал это. Вот. А себя я видел только на железной дороге, потому что я шел по стопам родителей, и для меня железная дорога это была самая важная индустрия, в которой я развиваться собирался. Потом я только узнал, что это Reflame, и как я к нему относился. Да нормально. Я не особо прям так уж сказать, чтобы мешал, чтобы негативил. Такого не было. В офис я не заходил, да. Я потому что считал, что в Reflame, если есть мужчины, то они все не такие, как все, не такие, как все нормальные мужчины. Вот. И если вдруг меня там кто-то увидит, сразу подумает, что я такой же. Вот. Я говорил, ты давай заходи за коробками, бери, что нужно, выноси мне, а я уже дальше здесь на улице понесу. Но ноги моей никогда в этом офисе не будет. Как в 7 дней, помните? Вот так я говорил. Да. Для меня вход в этот офис был прям вот как ограждение от злых духов в фильме «Вий». Ой, ну жесть, конечно, было так. Вот. Потом уже, когда Оля закрыла звание директора, перед этим за две недели до свадьбы она сняла первые деньги с расчетного счета. И мы на эти деньги оделись перед свадьбой. Представляете, для меня это было тогда во все. Значит, деньги есть. Потом уже, когда она закрыла звание директора, я поехал с ней на банкет директоров в качестве спутника. И там я уже увидел успешных мужчин, которые были до «Арифлейм» успешны и в других сферах. Кто-то предпринимателем был. Васильев опять во всем. Да, опять Эдуард Васильев все это наделал. Он приехал туда со своей командой, 50 человек, вывел на сцену. И они вот каждый рассказывали, кем они были до «Арифлейм», кто сейчас и какие у них планы на будущее. Тогда я принял решение, что я все-таки буду развиваться в этом бизнесе, буду обучаться. И пошло-поехало. Работая на железной дороге, я вышел на уровень директора. Потом уже в семейном кругу я объявил, что ухожу с железной дороги в пользу «Арифлейм». Ну, я, знаете, какой-то хитроватый такой. Мы на тот момент были, ожидали первого ребенка нашего, Артемия. И я сказал, что я уйду в отпуск по уходу за ребенком. Ну, так же лучше. Над Витей ржали все, по-моему, кто мог. Да, когда я пришел с заявлением на работу, долго на меня смотрели, в отделе кадров. Это была, конечно, жесть, что говорили. Они отводили меня в сторону. Зачем ты это делаешь? Ну, в общем, знаешь, знаете, это нечто было. Через все это прошли. Ведь всегда я знал, к чему мы идем. Понимаете, вот о чем мы сейчас говорим. Я всегда знал, ради чего. Прям вот сейчас так говоришь. Это сейчас? Ну, тогда я так же и делал. А вот в период 2010 года, как родили ребенка, по 15-й год у нас не было нового звания. Мы закрыли золото и сидели на этом уровне 5 лет. Даже упали один раз. И вы знаете, мы когда в 2013 году, в 2012 году, вернее, ждали второго ребенка. И вы представляете, мы купили квартиру, она была жутко холодная. Мне жить было просто невозможно. У нас там есть фотографии. Давай быстрее покажем, хоть там нелогично. Нам придется вернуть потом слайд. Вот. Вот смотрите, да, вроде мы счастливые. Мы купили на первые заработанные деньги в Арифлэр. Ну, как первые заработанные. Первую квартиру свою в жизни купили, да. Но вы посмотрите, мы там в халатах, в пледах все. Жутко холодно, у нас нет мебели, у нас нет дверей в этой квартире. Из ПП у нас, видите, стоят пельмени, хлеб и соевый соус. Вот такой наша жизнь, да. Мы ждем второго ребенка в 2012 год. Мы закрыли вроде золото и вроде переехали. И вроде все неплохо, да, по меркам жизни. Мы счастливы и довольны. Но в квартире было жить невозможно. И мы уехали в маленький частный дом, который есть у моей тетушки, который туалет на улице, одна комнатка, но зато он отапливался газом. И там хотя бы как-то можно было существовать в это время, да. И вы представляете, вот у нас, мы вроде делаем ремонт на последние наши деньги, да. У нас ни мебели, ничего нет. И мы живем с ребенком в частном доме, где грязь по колено и туалет на улице. И денег просто у нас 30 тысяч доход, 30 тысяч расход, представляете, да. Еще и в этот момент Вите приходилось подрабатывать, он работал таксистом, чтобы как-то хотя бы выжить. И в этот момент мы еще и вперлись в финансовую пирамиду, очень классно завуалированную. Нам хотелось вроде как бы денег, да. Ну, я как бы говорю, что это Витя виноват во всем. Мужчина же решение принимает. Но на самом деле мы же как бы все-таки советовались, да, не так, что он пошел и взял. И на Вите в финансовой пирамиде это закрылось. И мы потеряли где-то... Она закрылась не на мне, она закрылась на тех людях, кто пришли по моей рекомендации. Представляете, а к кому пойдут люди после этого? Ну, естественно, ко мне. Хотя деньги-то я не себе взял, но не об этом. Дело в том, что в таких ситуациях приходится платить цену на тот момент. В тот момент была заплачена цена отношениями, финансами. Хорошо, как говорится, хорошо, что не здоровьем. Это самое главное. Мы для себя выявили очень большой жизненный урок. Мы сели, поговорили с семейным советом вдвоем. И пришли к мнению, что пока я развивал там, 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 как бы везде что-то я там делал. Оля двигалась здесь. А, в этот момент я к тебе пришла и говорю, Витя, там такие курсы классные в интернете продаются, как наладить систему онлайн. Это тренд, это попрет. Он говорит, что? Я говорю, 30 тысяч надо. Он говорит, больная? 30 тысяч? У нас 30 тысяч доход, 30 тысяч расход. На что ты пойдешь учиться? Денег у нас нет. Я говорю, блин, ну я чувствую, что надо. Вот, Витя, надо отдать должное. Он всегда доверял моей интуиции. Он говорит, ну ладно. Я говорю, я на рассрочку договорилась. Он говорит, ну ладно. Хорошо. Давай попробуем. Хотя он сказал. Ладно, хорошо. В общем, почему хорошо? Потому что мы пришли к мнению, что нам нужно развиваться вместе в одном направлении. Мы заметили, что когда мы что-то делаем вдвоем, у нас это хорошо получается. Но не сразу. Мы можем, да, естественно, как и у мужа, у жены, у нас бывает сначала терочка такая, когда мы решаем, кто что сделает, как, и потом уже приходим к единому мнению. И мы приняли решение, что нам нужно двигаться вместе, развивать какое-то одно дело. И фокусироваться в одном направлении. Ну вот, собственно, и пошло. По поводу того самого легендарного встречи в 2015 году, мы с Витей приняли решение, что мы поедем пообщаться с практиками. Для нас была единственная цель – это познакомиться с Аленой Ивановой Родионовой. Потому что они потрясающие результаты показывали и показывают. И нам очень хотелось с ними познакомиться. Мы их изучили полностью на тот момент в Ютубе и в социальных сетях, но нам не хватало живого общения. И за этим мы знали, что вот это единственный вариант, где мы сможем хотя бы несколько вопросов задать. Часто люди говорят, что у меня на это нет денег. Ребята, у нас денег тоже не было. Вы знаете, мы в последний момент выкупили вроде две путевки, но в последний момент я отказываюсь от поездки. Потому что просто прикинули, посидели. Никак по деньгам. У нас тогда был автобонус. Надо было платить каско за машину. И я говорю, ну не поеду. А встречаю подружку просто вот за чаем. Она живет сейчас в этом же доме. В соседней квартире. И тогда так не было. Мы жили вот в этой квартире с видом на разрушенные дома старые, где жили алкаши. С видом на дома Павловых, я так это называл. В маргинальные слои общие. У нас был вид на дом Павловых. И на ту сторону дом Павловых, и на эту, на все стороны. Непонятные личности ползали рядом. Вернее, дом Павлова одного. Да, и с Надюшкой мы тогда тоже познакомились с Анниковой. Вы знаете, и она меня встречает и говорит, ну что, когда вы там в Крым? Я говорю, а я не поеду в Крым. Она говорит, как не поедешь? Ты же там два года сидишь мышкой клацаешь. Тебе надо поехать. Я говорю, Катя, ну не получается. Она, что не получается? Ну детей не с кем оставить. Двой детей надо думать. Я кормлю грудью. Я, по-моему, уже не кормила. Ну что, так плела, вот что попала. Да ты все время беременна или кормишь. Вот. И она говорит, давай говори как есть. Я говорю, денег нет. Она говорит, сколько надо? Я говорю, 50 тысяч. А она говорит, бери, отдашь, когда сможешь. Вот я говорю, всегда рассказываю на каждую встречу. Говорю, Катя, ты у меня икаешь, не икаешь? Она сейчас, кстати, по-моему, она в Бангкоке. Она продала свой бизнес и дауншифтер это называется. Она перешла сейчас в сегмент четвертый, сектор квадрант денежного потока. Она живет на соинвестированные деньги и уехала просто по миру кататься. Да, вот такая у меня есть в жизни интересный, да, человек, который тоже, в принципе, является моим наставником, хотя она к Арифлейму не имеет никакого отношения, поддержала, да, понимаете, вот какие друзья важны в нашей жизни и кого надо слушать. Да, не те, которые вам скажут, фигней ты занимаешься, брось ерундой заниматься, иди на работу, стройся, а те, которые скажут, иди развивайся и даже где-то вам поддержат финансово. Вот, и вы знаете, мы тогда сели с Родионом в первый вечер, мы три дня не расставались, и мы потом вместе путешествовали, мы вот настолько вот прониклись, и мы, знаете, самая главная мысль они нас селили тогда? Мы их считаем ментальными наставниками, безумно и благодарны, всегда будем говорить спасибо. Дай Бог вам здоровья! Они нас селили уверенность, что в нас всё есть. А в нас всё есть, чтобы сделать результат. Вот это самая главная мысль появилась, понимаете? Алена вспомнила, наверное, как мы затусили. Понимаете? Как вот, вот, вот понимаете, какими надо быть наставниками для своих людей, чтобы вот дунуть и они полетели, да? Вот вселять в людей надежду, что у них всё получится. Вот это очень круто. Но у нас такая история может быть немножко сбивчивая, будет, но она очень жизненная. Я сам представлю. Назад на слайд. Мы недавно продублировали фотосессию с тем же фотографом, который делал нам вот эту первую фотосессию. Мы купили за 500 рублей на библионе. Это классно, да. Это наша самая первая фотосессия, я бы сказал, даже в жизни. Мы пригласили фотографа домой, купили на библионе, там по великой скидке на последние деньги. Фотосессию ведь нужен контент. Нам, мы решили развиваться в социальных сетях. Надо было контент. И мы фотографировались дома. Мы 15 раз переодевались. Мы занавески двигались, снимали, вешали. Мы, как мы только полы там не поменяли и обои. Просто мы в одном углу сделали 15 разных кадров. Представляете? И потом уже некоторое время выкладывали эти фотографии, якобы, мол, вот в разных местах. Вот. А к чему мы это хотели сказать? Ну, просто вот ни к чему. Вот сделали такую фотосессию. Это к тому, что, когда говорят, нет фотографий, нечего выкладывать. Вы можете или куда-то сходить, или пригласить фотографа к себе домой. А если вам нечего написать, то да, нужно что-нибудь прочитать. Дальше. Про развитие детей. Вот у нас сейчас трое детей. Кто говорил? Наверное, Ренат говорил, что с детьми путешествовать накладно. Да вообще они какие-то дорогие дети, блин. Я понял, теперь я буквально понимаю, когда родители говорят, наши дорогие дети. Реально они дорогие. На них уходят неслабо. На кружки, на питание, на одежду, на подфель, на различные вот эти вот танцы, мансы. Вот туда съездить, сюда сходить, игрушки и так далее, и так далее. Да это вообще. У нас младший пошел в садик, и вы знаете, у меня рефлекс, как собаки Павлова. Такая, блин, я же обычно в этот момент, когда ребенок идет в садик, мы ждем нового ребенка. А тут не ждем никого. Такая, фух. Это знаешь, когда ночью просыпаешься, блин, вставать надо. Тебе подсказывают. А еще два часа спать можно. Класс. С этим же фотографом фотосессию делали. Да, в новой квартире. Мы потом вам кадры некоторые покажем. Вот. Младший ребенок. Пошел в детский сад. Мы ходим на занятия по методике Монте-Сори. Ребенку очень нравится. Он мне недавно просыпается и как-то говорит, мама, когда мы пойдем стучать. А у нас педагог уехал, ему очень нравится. Когда он был совсем маленький, с четырех месяцев мы ходили на плавание. Это прямо вот глаза в глаза вместе. У нас как-то мы приехали за город. Мы отдыхаем летом на загородной базе отдыха. И он у нас нырнул и плывет. Представляете? И женщина. «Люди! Ребенок тонет!» Я говорю, женщина, он не тонет. Он не тонет. Он плавает. Все нормально. Она такая, у нее же глаза попить копеек. В общем, ловить быстрее его. Она просто, наверное, когда видит ребенка в воде. Нырняет, который ныряет. Да. Вот. Я говорю, он не тонет. Все нормально. Вот. Потом, средний ребенок у нас ходит в сад при православном храме. В частный сад. Да. То есть, у них там своя методика. Кружки. Нашим био. Вы про косухи. Это отдельная история. Нам не хватит пятнадцати лета. Пять минут. Вот. Потом ребенок у нас ходит средний. У них там педагоги. У них там танцы. У них там рисование. То есть, все программы. То есть, ни кружки, ни мы. Шахматы. Причем, знаете, он занимается шахматами. Ему очень интересно. И так получилось, что шахматы он уже знает. И педагог приходит и говорит, вы знаете, как он у вас любит шахматы, если он не хочет заниматься? Ему не нравится. Ему не нравится заниматься шахматами. Я говорю, а чего вы взяли, что ему не нравится? Ну, он не слушает педагога. Ему не нравится. Он отвлекается. Я говорю, просто понимаете, он азы знает. А с малышами вы разбираете азы. Ему играть надо. Я говорю, отправьте его к брату в группу постарше. А старший у нас ходит в продленку при православном храме. И у них получается в 15-30 у малышей занятия, в 16-30 у старших. Я говорю, вы отправьте к брату, и чтобы он уже играл. И они действительно его отправили. И ему было безумно интересно именно со старшими детьми, потому что он умеет. Да. То есть, у них вот эти занятия некоторые. Экономится время за счет того, что педагоги приходят именно к ним. Конечно же, это все стоит денег. Да. У нас старший еще занимается. Рисованием. Я нарекомендовала всем педагога. Художник. И у нас нет такого, что поспать, да. Как вот Ирма рассказывает, у нас воскресенья нет. Мы идем, встаем, едем и занимаемся. Вот. Он рисует. Ему очень нравится. Он с удовольствием. Сейчас мы планируем принять участие в конкурсе. Он рисует букет для мамы о дуванчике. Очень красивое такое. Ну, в общем, еще один Никас Сафронов рождается и прорастает сейчас в Саратове. Кто хочет вложиться в юного художника, пожалуйста, напишите на номер 8 920. Вот. Их два раза в неделю мы вводим на английский. Причем мы выбрали такой клуб, который с перспективы путешествий. Потому что сейчас, на данный момент каникулы, дети уехали в Кисловодск. Мой наш не поехал, просто не знаю, ну прямо пока что побоялась. Но они ездят на Мальту этой подгруппой. То есть они сначала учат язык, потом они уезжают практиковаться. То они в Ирландии бывают, то в разных, в разных городах. Представляете, это очень классная практика. То есть они учатся здесь, а там они его оттачивают. Причем они едут без родителей. У них появляется навык языка и плюс самостоятельная еще жизнь. Это же здорово, да? То есть такая же практика. Как мы все планируем, жесткий тайм-менеджмент, да. Есть расписанный тоже пленинг, когда у кого детей. Утром Витя увозит детей, вечером я забираю детей. И на кружки возим. Вот. Помимо этого есть еще спорт. Давай дальше. Да. Это путешествие сейчас будет. А где у нас спорт? Спорт позже будет. Ага. Ну, естественно, мы очень любим, мы нашли базу отдыха загородную. Каждое воскресенье они у нас на Роджере, на Роджере кричат. Это Андрей просыпается, знал, да, что вот мы летом проводим у бассейна. У нас такая мини-турция есть в Саратове. Это тоже пять тысяч в день где-то у нас уходит. То есть, просто вот пойти с детьми на базу отдыха, провести день. Минимум пять тысяч, да. То есть, рекрутируем везде, в основном в Инстаграме входящий поток. И плюс заводим диалоги. И знакомые. Людей, которые подписываются на нас. И знакомимся с новыми людьми. То есть, постоянно находимся… Знакомимся с новыми, поддерживаем отношения со старыми людьми. И все время вот этот вот список знакомых увеличивается. Потому что постоянно посещаем мероприятия, которые проходят в Саратове. Какие-то такие именно городского уровня мероприятия. Принимаем в них участие. Для того, чтобы появлялись новые знакомства. Завтра у нас съемки. Да. То есть, мы ведем активный образ жизни города. Стараемся больше знакомиться с медийными личностями города. Потом активно знакомимся в социальных сетях. В нашем городе, в других городах. По геотегу, по хэштегам заводим общение с людьми. Как заводим разговор. Можно завести разговор по первой фотографии в социальной сети. Прямо смотрите фотографию, текст. И в любом случае можно задать какой-то вопрос человеку. Как мы рекрутируем для личного бренда? Личный бренд у нас был всегда. И он у вас есть. Просто вы пока не считаете, что он у вас есть. А личный бренд у нас был с первого дня. И он у вас с первого дня есть. Вы просто может быть сегодня развиваете. с первого дня. Мы использовали справку какого-то года, замазали год, исправили, выложили. В общем, пока не было нормальных доходов показывать. По поводу рекламы делаете. Мы можем делать взаимный пиар, но прям такую рекламу еще мозгов не хватило делать. Хотим научиться, но пока не научились. Так, у нас про кружки было, про отдых и путешествия. В Турцию здесь мы ездили. В этом году вот что-то прям мне в Грузию нахвалили. Так что прям говорят вообще огонь. Да, конечно. Как там отдыхать. Сейчас вот в Армению съездим, потом в Грузию. Потом. Конечно, окружение меняется, ребят. Наоборот, появляются такие интересные люди в окружении, в поле зрения. Это очень здорово, да, что ты растешь. И растут люди вокруг нас. Поэтому, в смысле, растет окружение, которое с другим видом мышления. За ними есть возможность тянуться. Это нереально круто. Спорт присутствует абсолютно в каждом члене семьи Кукушовых. Абсолютно. Сенька у нас занимается футболом. Очень любит это. Темка у нас также ходит и на футбол, и на рисование. Куда он еще у нас? Ну, сейчас вот мы ему дарили клубную карту. Он теперь будет ходить на йогу в гамаках постоянно. Андрюшка у нас обожает плавание. Кстати, пора... ...поплавание. Кстати, пора... ...наверное... ...возобновить еще, да, поплавать. Уходили люди. Очень. Такое было. Постоянно уходят. А еще самое страшное, знаете, делают заказ, а потом пропадают. Очень ужасно. А регистрируются, а потом не делают. Регистрируются, бывает, и загоняют в черный список. А еще бывает, знаете, вот вроде бы готов человек регистрироваться, скидывая ему регистрационную форму, и все, и больше он не отвечает. Бывают такие неудачи. Бывает, люди отказывают. Прямо проводишь несколько презентаций подряд, а толку нет. Отказывают. А бывает, даже на презентации не приходят. А бывает, знаете, что бывает? Чемпионат неудач. Слушайте, а у нас раньше как было, мы приглашали людей, приходишь, а никто не приходит, например. А в этот раз пришли, ребятам пишем в чат список. Ребята, пожалуйста, напишите предварительный список, кого в четверг ожидать на презентацию. 12 человек отписало, что они будут. Мы заходим в полный офис, человек 50. Мы говорим, вы откуда все взялись? Мы говорим, вы же написали, что у вас 12 будет. И причем из этих всех людей 90% это вообще первый раз пришли люди на презентацию. Вы представляете? Я думал, как же мне сейчас презы проводить. Вспомнил наши вебинары, когда заходила куча людей и писали в вебинарной комнате такие слова, нехорошие слова, которые запикивать нужно. Представляете? А я смотрю, столько людей сейчас у нас на встрече. Думал, сейчас будет интересно. Прекрасно все было. Классно провели. Классная встреча была, да, Наташа? Мы сами кайфанули. Кто-то писал, девушка одна пошла, на следующий день уволилась с работы. Да. Мне в комментарии написали. Башни снесли человек. На самом деле у нас по-разному бывает. Мы можем очень хорошо провести, а можем за пять минут до сцены пересовачиться. И провести еще лучше. Да. Потому что как-то вот работа, вот когда мы проводим вот такие встречи вместе. Думаются друг на друг. Встречи вместе проводим. Мы в процессе входим в этот поток работы, а он в любом случае позитивный. Да. И он убивает весь негатив в человеке, и мы начинаем улыбаться, и как ни в чем не бывало. Да, да, да. Секрет прост. Работайте вместе, будете меньше ругаться. Проводите больше презентации вместе. Это даже интереснее. Оля рассказывает по-своему презентацию. Я по-своему презентацию рассказываю. И когда мы вместе это делаем, мы заполняем, может быть, усиливаем сильные стороны друг друга и заполняем славу. Ой, 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 ой. Вообще прям вот. Все. Ой, все. Как сказал Серега, красавчик вообще. Серега в первый каталог вообще красавчик. Второй каталог вообще красавчик. Вообще красавчик. А в третий каталог даже жену уже нашел. Представляете? Слушай, а там что-то висит. Разберись, пожалуйста. Ребята, автомобиль мечты. Это вконтакте висит. Ничего у меня не висит. Первая машина наша была Skoda Rapid. Вообще первая машина с Reflame у нас была десятка. Ваза 2110. 114 тысяч свитченного счета сняли. Добавили 20 тысяч своих денег и купили первую машину. Гордые были. Капец просто. Потом у нас было еще несколько машин. Потом мы от Reflame Skoda Rapid взяли. И сейчас мы ездим на Volvo XC60, которая внутри сшита по нашему заказу. Там встроенных два детских автомобильных кресла. Нам не надо покупать автомобильные кресла. У нас Volvo сшита. Понятно? Внутри, сказала салон. Сшит по заказу. Да. То есть мы когда планировали, мы сразу встроенные два кресла заказывали. Потом она с бежевым кожаным салоном. Когда мы ее заказывали, она говорит, Витя говорит, не-не, какой бежевый салон? Вы что? Это же дети. Там будет грязно. Грязь на бежевом лучше. Хуже видно. Да. И, кстати, мне как раз консультант тогда и сказал, что если у вас дети, как раз возьмите бежевый, меньше видно будет грязь. На самом деле так и нет. А средний уже сидит с обычным ремнем безопасности. Угу. Вот. Значит, дети обязательно пристегиваются. Они садятся, у них первая привычка пристегнуться. У них даже вопросы не стоит. Все даже на заднем, ну разумеется, у нас пристегиваются. А Вольво не поедет, да, будет доставать тебя пиками, пока не пристегнешься. Поэтому мы тоже. Только нам люди садятся. Как пультируют. Да. Люди садятся, мы говорим, мы вряд ли сможем с вами комфортно ехать, если вы не пристегнете, потому что она будет пищать. Пим-пим-пим. Вот. Знаете, некоторые, я не понимаю, как люди покупают заглушки, берут и вставляют заглушки. Ну, зачем? Если это твоя безопасность. Это нелогично. Вот. Идем дальше. Вот. Что у нас? Квартира мечты. Откуда мы вещаем? Вот именно с этого балкончика мы сейчас с вами вещаем. У нас некоторые говорят, а что вы в спальне телевизор не повесите? А говорят, зачем нам телевизор? У нас вот огоньки на весь соседний город, на мост. Мы вот сейчас сидим смотрим. Сидим смотрим. Утром смотрим. Пизя хурина. Знаешь, мне хочется иногда как-то, я не знаю, как это сделать, но посчитать квадратные километры. Вот какой у нас обзор с балкона. Потому что у нас огромный обзор с балкона просто за горизонт. Вот. Ну, кто-то может сказать, что понты пишут, да? Ребята, это вообще не об этом. Вы понимаете? Где кто пишет? Олег Григорьев, не знаю, что пишет. Ага. Я могу сказать, что это стиль жизни, который дал Reflame. Мы до этого были, простите, хрен без соли доедали. Просто ничего не было. Просто ничего не было. Были только долги, да? И могу сказать, что с Reflame жизнь поменялась кардинальным образом. У детей наконец-то появилась своя детская комната. Да, вот вроде смешно может быть, но у них одна комната на троих, не три, не у каждого. Вот. Они ценят то, что они имеют, да? Они говорят мне... А, вчера был мультик «Три кота». И говорят там, дети, не шумите, мама отдыхает. Ну, там говорится, мама отдыхает. Я говорю, мама отдыхает днем у них? Они говорят, да. Я говорю, слушайте, а когда у вас мама днем отдыхала? Они говорят, наша мама никогда не отдыхала днем. Я говорю, ну, у нас самая лучшая мама. То есть мне вот старший ребенок такие откровения сказал, да? Я его подговорил. Да нет, он не успел. Нет? Я шучу. Да. Так, ну что, мы продолжаем. У нас еще 38 слайдов осталось. Наверное, один из трогательных моментов, если вы были на мегафоруме, когда нас награждали с исполнительной квалификацией, вывезли всю нашу семью в Москву, и родителей тоже. Потому что этот успех – это не только наш успех, да? У нас есть тыл. Есть люди, которые помогают. И, ребята, вы знаете, некоторые спрашивают, как вы начинали в начале? Да, у нас была няня. У нас всегда была няня. Разные няни были. И мне ножом по сердцу, когда говорили, как ты можешь работать, как ты оставляешь ребенка с няней, мать, какая же ты мать, и совести, и отца. И так. Спасибо за внимание. И так. Надеюсь, в комментариях, в reader, мы все посмотрели в салон. Отдай себя ребёнку, да? Но я понимала, что я не смогу качественно всё настроить и настроить, и ни мамы не буду в этот момент, и работать не буду. У нас были шоу-номера, у нас были артисты, и просто был потрясающий вечер. Ребята нам, наверное, наши не дадут соврать. И вот это было статусное такое мероприятие, да? Трое детей и Горько. Понимаете, мы захотели это сделать, и мы это сделали. На свадьбу такой не было, на свадьбу была в столовке города Ершова. Вот, понимаете, это тоже очень здорово. Потом был банкет директоров, где мы заказали, видите, индивидуальный пошив костюма в очень классном месте, да? И это было очень здорово. Это стоило немаленьких денег. Но я когда увидела, когда Витя примерял себе этот образ, насколько у него нравилось, как он выглядит, понимаете? Никогда бы, наверное, не подумали. Потому что скажешь кому, сколько стоили наряды на банкеты, на... Да не надо, зачем? Просто вот, ну, понимаете, какую планку, какой уровень, какое направление Арифлэйм дает. Никогда об этом даже не мечтали. Вот этот стиль жизни. Не говори, то есть не про шмотки, конечно, только дело. Здесь про отношение к людям. Здесь мы смотрим на топ-менеджмент компании, которые подтянутые, спортивные, развитые, прекрасно выглядят, хорошо говорят, да? То есть очень хочется тянуться и соответствовать. Сейчас у меня новый этап, да? Я тренируюсь вот с персональным тренером, который меня гоняет, которым я скидываю отчеты, что я ем, который, кстати, одобрил наши батончики, говорит, хороший состав ешь. И мне хочется, будучи матерью троих детей, у меня долгий путь, да, в восстановлении после третьих родов. Мне пришлось бороться со многими вещами. Но это очень здорово, да, что Арифлэйм дает возможность и деньги, прежде всего. Деньги на то, чтобы поддерживать себя, поддерживать свой внешний вид, поддерживать стиль жизни. Кто платит? А Арифлэйм платит, понимаете? И это тоже очень здорово. Что там у нас дальше? Дальше у нас про то, что дети знают, к чему мы стремимся. Мы с детьми общаемся о деньгах. Мы с ними говорим, как деньги приходят в семью, на что деньги уходят, сколько стоит детский садик, тренировки. Они понимают это. Они понимают... А ребенок у нас в Жоховский класс учится. Да, в Жохов... Ну, по системе Жохова. Потом... Поскольку вам не калаграф. Они знают наши цели. Они знают, что такое калаш. Вот видите такую фотографию, где мы вместе рассматриваем калаш мечты и говорим, что у нас будет дальше, какая жизнь. Мы иногда рассказываем, какая жизнь была у нас, когда мы росли. Вот я... Бывает с Темкой, когда общаемся. Особенно, когда я ему показал свой альбом школьный. Он прям в восторге был. Смотрел на меня, на школьника. Давай зафиналим все косухами, если можно. Да, кстати, у нас ребенок учится в Жоховском классе. Жоховский класс – это методика альтернативной традиционной системы образования. Мы сами собрали класс родителями, нашли инициативную группу, нашли педагога, который по этой методике выучился. Мы собрали этот класс, и ребенок с удовольствием ходит в школу. Ну, конечно, им сейчас немножечко бывает, каникулы нравятся больше, но, по крайней мере, у нас нет такого напряга, как раньше. Потому что мы пробовали другую методику, нам она не зашла. То есть мы такие проактивные родители, которые смотрят, что детям... Дайте даже старшие благодарности получают. Вы у меня самые лучшие родители, вы обеспечили нам хорошую школу, вы сделали, чтобы у нас были лучшие возможности, лучшие условия. И дети – это самая главная мотивация. Мы недавно среднего одели, отдали 8,5 тысяч за зимнюю одежду. Ребята, а троих одеть? Почти 30 тысяч выходит. Про себя уже речи не идет. Нет, причем мы что-то не всю одежду купили. Нет, мы просто обновили чуть-чуть ему обувь и комбинезончик. Можно с рук взять, можно на вид купить, можно радоваться, как мы раньше одевались с чужого плеча, когда нам отдавали одежду. У нас тоже это было. Мы не сразу добились всего, чего было. Но представляете, каково? Приходишь в компанию, а тебе человек, который отдал, говорит «О, курточку нашу носите!» Вот я, знаете, в этот момент мне провалиться хотелось, когда громко, и люди об этом говорят. При всех. Понимаете? Я не вижу вашего вопроса, Любовь. Подставите, пожалуйста, вопросов очень много. Да, вы же понимаете, тысяча человек в чате, и каждый что-то пишет. Вот, по поводу веса, если интересно. Ну, 55 килограмм на данный момент, но меня вес не интересует, меня интересует сейчас форма. То есть у меня появились очень такие интересные цели в плане спорта. Я хочу обрести мышечный корсет, а не просто, знаете, 55 на диете и 55 на спорте – это разные 55 килограмм. Одно дело, когда ты просто ходишь, еле ноги волочишь, а другое дело, когда у тебя подтянутая форма. Вот это для меня сейчас является целью. Поэтому я нашла тренера, которому немало денег отдаёшь, но ты в этот момент и ценишь отношение к делу. И ты понимаешь, что он как наставник тебя ведёт к результату. И когда ты понимаешь, почему сегодня такая тренировка, потом такая, потом такая. Он ещё египтянин, еле говорит по-русски, но он управляющий клубом. Мне интересно общаться с ним, как с руководителем тоже. Много интересного обмена происходит. Что даёт нам энергию? Какие планы в бизнесе? Зачем вам президент? Что нас мотивирует? Сейчас сидели как раз, перед тем, как выступать, Оля спрашивает, что тебя мотивирует? Я так в шутку, конечно, в шутку сказал. Ты меня мотивируешь, потому что если я работать не буду, ты меня съешь. Но, тем не менее, конечно же, это так. Почему у тебя применят то, что ты делаешь прямо сейчас? Я видела на шутку. Ольга, конечно, энергетика. Иногда она прям зашкаливает, и ей вот, когда она говорит, надо что-то сделать, значит, это надо сделать прямо сиюсекундно. Знаете, вот. Ну, парни меня поймут, когда жена говорит, надо что-то сделать, лучше сделайте сразу. Сразу сделайте, и все. Потому что, если сказала, значит, она об этом думает. Если она об этом думает, значит, она тратит на это свою энергию. Зачем тратить энергию в другую сторону? Сказала сразу сделайте. Все. Молча. Зачем тебе президент? Зачем президент? Я же точно знаю, я же точно знаю, что если у нас, когда мы закроем президента, значит, у нас в команде будет в два раза больше директоров, чем есть сейчас. Даже больше. Да. Вот я к чему говорю. Это значит, что мы поможем еще большему количеству людей, которые пришли в команду, поменять свое качество жизни. Ну, конечно же, еще и совсем другое качество жизни, наверное, на уровне президента. А какое, я еще не знаю. Когда я там буду, тогда я вам поделюсь вебинаре. Так, ребят, по поводу встречи. Есть встречи открытые, есть закрытые встречи. Если вы не в нашей команде на открытые встречи, добро пожаловать. Просто есть, бывает, встречи, которые структурные. Так, ребят, давайте быстренько пару вопросов и мы побежим к детям, а то они нас в квартиру разносят уже. Там любовь какая-то спрашивала. Да, все, это она мы... А, все, мы ответили уже. Зачем тебе президент это сказал, да? Сказали. Как мы все успеваем, мы ничего не успеваем. Вот. Потом, знаете как, если вам, вы кажется, что у вас не успеваете с тремя день, то не родите с четвертого, как Гайну Диновой. Будьте еще ценнее к времени относиться. Как вас поискать, а как нас искать? Мы везде есть. Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, в Саратове. Да, он проговорит, подскажет, что на школе активно можно пообщаться с президентами и узнать у них, а что с ними справляться. Есть простроенная структура с директорами. Мы встречаемся раз в каталог, с лидерами, которых ведем раз в неделю с планерки. Мы растим персоналку, проводим планерки с директорами. Да, да. Проводим мероприятия. Держим руку на пульсе. Ну что, вы полетели слова благодарности. Мы благодарим всех ребят, которые сегодня участвовали в этом вебинаре. Действительно, идея очень классная. Вообще, прям такой классный вебинар. Алена, спасибо тебе за идею. Алена Кардиона у всех собрала. Вот что значит организатор. Да, да. Взяла быстренько, сорганизовала за один день. Организовала одного ребёнка. Давай трёх. А ты видишь, как активно сорганизовали. Даже он немногодетных на вебинар взял. Ну, значит, ованс. А кто у нас? Егорова, да? Егорова, немногодетная. Скоро уже. Ну, значит, всё. Будете соответствовать, Ирмой и Влад. Подтягивайтесь, короче. Вот. Ну что, друзья, всем спасибо за внимание. Успех в зафизе будет. Она ведётся автоматически в вебинарной комнате. Мы выложим, как только обработается, и скинем вам. Да. Спасибо всем. Спасибо топ-топ составу, который принимал участие. Ребят, желаем всем... Конечно, комната всех не смогла вместить. Ну, это классно. Тысячу человек. Я думаю... Спасибо. Продолжение следует...